добрый да господи добрый день вечер ночи уже подписчики гости канала сегодня я с вами влад грим если у нас замечательный гость причем неожиданный я бы сказал это мотылек и дахар уже кузьмичев вот они здесь пришли и мы сегодня будем говорить про комикс очень больная тема в последнее время я думаю что лучше специалистов не найти в принципе специалистов то во всех темах хватает просто специалистов как говна за бани счастья жизни нет вот я хочу один в чехии вот хочу а я знаю вот я хочу поделиться своей небольшой историей как я пришел комиксом и это началось когда вот дисси выпустила такую тему не 52 было вот за тему них как-то вот я с этого как бы это я до этого жил в чем в провинции у нас комиксов не было в принципе в магазинах у вас маленький городок 70000 человек как бы не комиксов ничего и потом вот это вот тема такая что начали в электронку все выкладывать давать нам цифра многих многих вольфа не 52 ну как бы когда но трудно начинать когда вот такая большой пласт комиксов а когда вот это идет словно перезапуск ты как бы начинаешь теле хочу легко и я мне очень понравился сутсов был удар кого бэтмен моталёк хоть ты помнишь я просто верил свою старую жизнь только перезапусков бэтмена что я вот тоже но сутсов какой-то двоюродный брат сутсов то есть погодите это не скороговорка сутсов от мистер говорка да и 1 сутсов сутсов да вот не скороговорки название японского блюда все вот и потом потихоньку там начал изучать эту тему и перешел к этому до скатился в эти авторские комиксы ну про графические романы еще называют то есть вот это реквием про вампиры нацистов нет обороны кстати не понравились абсолютно да 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 вот и там просто скажи что тебе еще не нравится фейблс и дедушка такой можно это на мотылька поменять так скажи что тебе не нравится фейблс скажи что тебе не нравится коллекционер и сэндман сэндман я к сэндман успокоен сэндман просто с каждой вот и мы с тобой вообще подружимся вот и в конце все дошло к того что вот это у нас как темный металл же начался в 10 как и там какая-то всем все в дичь ушло ты уже такой что происходит уже просто не понимаешь вообще когда особенно там вот вселенная когда там планета превратилась вот в эту адскую постапокалиптическую пустошь где там все бэтмены все джокеры короче я тебе скажу больше они сами не понимали что они что происходит причем они еще не мы сейчас просто вот представьте себе вот и только в это все включился я сейчас тебя слушаю думаю так чувак вот про это не в курсе вот к счастью этого пиздеца а у нас босса вертолеты летают такие вот вот этого пиздеца не застал вот этого да как его и ты такой вот сейчас вот эти вот вещи они были просто какая-то вот это вот я сейчас сижу думаю что кто сейчас сидит на твоем подкасте такой и ну то есть хорошо если человек после этого подкаста пойдет что-то гуглить да но в принципе давайте как бы когда были картинки будут появляться естественно но давайте как бы когда будем рассказывать о каких-то перезапусках дисси параллельных вселенных он гонингах что такое дребедение давайте просто будем говорить чтобы человек который вот просто зашел с улицы эта улица посреди саратова да чтобы не чувствовал себя ущербным на фоне какого крутых гиков да не хотелось бы вот суд сов это когда раскрутили тему того что вот он в котором живет бэтмен построен на как его происках масонов капиталистов такая псевдо американская капиталистическая псевдо аристократия темный металл или как он там называется я просто отказываюсь запоминать как он называется эта история когда из всех уголков галактики прилетели я не знаю вообще злые версии бэтмен злые версии бэтмена а главный из них парень который напоминает маску стыда и средневековья и почему-то называется бэтмен джокер чем он похож очень из этого и судья дреда помнишь там были эти да 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 доктор смерть остальные вот которому еще судья дред проебал вебала через эту маску вот будем говорить о том как какая кухня творилась за этими событиями коснемся я просто сейчас вводную он вожу призну именно про себя а потом уже то есть как бы чтобы мы описали не только вот дарк метал да но и дарк метал да да дарк метал вот чтобы просто ребят представьте себе бэтменов сто лет практически да он начался где-то там я снимаю память не заметно 30-х годах прошлого века сейчас 20-е годы нынешнего века да и пусть лучшие или не лучшие да лучше из худших худший из лучших сценаристов крупные комиксной компании сто лет придумывали персонажи по одному лекалу до человек переоделся в резиновый костюм летучей мыши и борется с чем-то в своем городе и понятно что не то чтобы все темы были исчерпаны системы были исчерпаны еще в 90 хорошим со всеми перри за это никто из вас ребят не застал росомаху с отрезанным носом просто стал росомаху с отрезанной рукой да то есть года я это помню вот когда из него выкачали адамантиум он ходил с кистяными когтями кто смотрел этого логана тот цирк не смеется да вот и чтобы понимали сто тысяч раз перезапускали бэтмена сто тысяч раз перезапускали супермена всех 100 тысяч раз поубивали переодели еще что-то еще что-то еще что-то еще и вот сейчас когда уже окончательно чувствуется кризис темы бэтмена они сделали тот самый дарк металл и стало понятно что ничего ну сказать ребятам просто нечего и если хотите поговорить об инсайдерской информации то сейчас весь инсайт который шарахается по новостным иностранным сайтом комикс нам это инсайт что 10 комикс закрывается ребят если комикс не закрывается но он чувствует себя настолько плохо что я говорю о слухах на сегодняшний день 10 комикс приименовали в дисси комикс и превратились всего лишь пачку лицензии понимаете и как бы там будет бэтмен там будет супермен набирать не все это будет кино ложки может быть мультики конечно может быть игры а комикс и они всегда были достаточно из всей массовой культуры прибыльный они всегда были таким бедным пасынком до которого как гарри поттер почти другую книгу держат под лестницей и вот на сегодняшний день лицензии на бэтмена нужны и а комиксы про бэтмена не нужны вот и все ну я думаю что достаточно хорошая вводная и может приходить уже непосредственно вот и я хотел выделить несколько ну именно комикс которым не очень понравились серии не очень понравилось например болотная тварь не 52 когда он там со скверной ой не сферной с этой из гилью воевал до сэндмана которого переделали из парня в шляпе противогазе с пистолетом который стреляет песком золотой эпохи комиксов до этого тварь который про короче нас фильм сняли в противогазе и прочее прочее болотная тварь была просто вдохновением для всех комиксных сценаристов которые хотели вырваться из мейнстрима не вырываясь из мейнстрима первый литературный приз получил как раз сэндман но болотная тварь это было вот когда ты заебешься делать супермена бэтмена там еще кого-то ты хватаешься за какую-то там за какой-то франшизу типа с болотной твари и поэтому ничего удивительного что она тебе понравилась да она так и задумывалась ну да потому что их там меньше художественного контроля на самом деле комиксы очень подвергаются они пожестче по возрастному рейтингу конечно нету не только пожестче они в плане творческого вариативности они по свободнику что у marvel и dc есть свой таймлайн которого они придерживаются на самом деле это планы да а вот в таких комиксах ты можешь творить все что буквально все что угодно вплоть до того что вот например мы тут недавно проводили стрим по барбарианству вспоминали там марвелского конана у них был то есть в марвеле был непосредственно конан такой вполне в стиле марвела и у них был если на память опять же я боюсь соврать ну какие-нибудь гики в комментах меня ничего не понимает все забыл дикий меч конана советчик свортов конан вот и там можно было раздевать одолисок отрубать человеческие головы вот все вот это да то есть понимаешь и одессе был вертигу и у марвела по-моему какой-то бренд был где можно было творить херню и кстати сэндоман если меня память опять же не изменяет выходил именно вертигу как одессе даже было под подразделение которое ой не одессе у марвел было под подразделение которое давало молодым и еще амбициозным людям свои линейки то есть оттуда вышла никс где первые появилась x23 неплохой комикс и там много чего очень хорошего которое не подвергалась и жесткой цензуре и все вот за то вот то есть ранее нормальная повестка она там появлялась и очень неплохие работы но из-за того что у них не было никакого промоушена не просто канули в лету это было рекреация одновременно резервация если кто-то там что-то такое хорошее делает ты берешь его и говоришь ну вот и молодец ты умничка а теперь поработал моим мейнстримом вот ты конечно птица талант но сейчас тебе крышки подрежу и в зоопарк сразу скажу ребят люди которые потом захотят в комиксы со своим оригинальным стилем не думайте что вы там с вашим оригинальным стилем нужны у ведущего художника всегда есть два или три подражателя которые должны подхватить линейку если она там если он заболеет или еще что-нибудь поэтому какого-нибудь джо мэда всегда был майк буй или эду со за то есть сразу идите в корейские поп-идолы там конкуренция поменьше и возможности побольше а можно потом мы для нужно нужно перебивать нас вопросами мы смотрим часами часами вот кто издавал вот там marvel было помню арка серия там антивеном с карателем нарко на этих нарколык убивали короче там я антивеном искал свою подружку которая там наркотой лежала это marvel это либо ультимейтс либо либо просто марвел когда они какой-то момент играли с жестью да может быть что они серии панишер макс я не уверен абсолютно не уверен а видишь ли в чем дело панишеры это вообще якорь на ногах марвела чтобы ты понимал его придумали когда очень была серьезная тема виджиланта то есть представителя мстителей которые против государства но за простой народ да вот а позже поскольку большая двойка всегда работала в сцепке с правительством соединенных штатов и поэтому собственно и выжила в отличие от многих комиксных издательств которые там комикс код не пережили они знали что делать с мстителем понимаешь он нарушает закон что делать и они придумывали про него всякие они делали его просто жесткачка криминальная драма до отвратительность совершенно бессмысленные они делали из него гея но тогда когда еще геем не было зеленого света да то есть он был смешной гей он покупал в магазине журналы скачками смешно вот они не знали они сделали из него франкенштейна да то есть человек который просто убивает плохи шеи вместо того чтобы относить их в архам да там или в блоге был непонятен издатель и что они с ним делать он он не был востребован вот и поэтому стал такой своеобразной рекреации куда там ссылали всех зрителей и авторов которые любят жескачок такой же скачок но такой без ну такой знаешь кассирована немножко за скачок такой знаешь какой-то типа без критики критики режима там без критики рядом где-то бегал дэдпул да немножечко там где-то просвистывал росомаха веном если я правильно помню тоже примерно тогда агент веном появился агент веном это была как раз попытка легализовать виджиланта то есть агент веном же он работал на сша да а помните все эти слушай извини мы тебя сегодня будем очень много перебивать я просто хотел вставить что еще карнадж есть тоже там такой достаточно жесткой серии кармашки те линейки о которых ты говоришь это линейки побочные их можно они марвел очень вольно обращаются со своим даймлайном я не знаю как дисси по что не особо фанат дисси но марвел например очень вольно обращается со своим даймлайном и они когда надо им события выкинуть они совершенно спокойно выкидывает а когда надо линейку присоседить они ее вписывают и те линейки которых ты говоришь они такие вот ну то есть они рядом как бы есть но их как бы и нет например по мне не видно но я на самом деле большой фанат старого дэдпула и третий том третий четвертый том который я просто люто ненавижу который писал гарри дуган гарри в аду он закончил его тем что две земли столкнулись а потом нам буквально через месяц дают анонс и дэдпул там живеха ник семья у него как бы нормально то есть как бы ничего не произошло на самом деле при этом это писал один человек настолько вот marvel насрать на самом деле настолько же они тоже очень любят перезапускать то есть когда у них заканчивается идея и сюжет зашел в тупик о боже еще раз расскажем как у нас родителей брюса уэйна убили в подворотне преступники но теперь что-нибудь будет по-другому да да то есть сначала первые звоночки это всегда семья то есть у вас либо появляются дети либо ваши родители становятся уродами либо ваша там девушка вас подставляет то есть это всегда очень плохой звоночек я помню они как бы после этого после столкнули этого антимонитора с дарксайдом у них была тема потом они хранители туда припахали еще да 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 а что касается вот вспоминал суд сов да то есть все это наследие вейнов когда в белом рыцаре это типа люди когда когда бэтмен оказывается даже не вейном да спойлер всем брат у него там появляется брат отец восстает из мертвых оказывается его отец который все время был для него примером оказывается чуть не коррумпированным там подпольным хирург все вот это у них я посмотрел у них сто лет франшизе им надо что-то новое придумывать понимаешь а что-то новое это джинсона вот это поворот они придумать они могут одновременно из-за фанатов потому что фанаты люди настоящий костяк фанатов я говорю о людях которые идут и покупают физическую копию комиксов что чуть дальше мы перейдем к этому почему комикс сейчас очень плохо себя чувствует вот те люди которые покупают физические комиксы они крайне закостенелая прослойка они на самом деле не очень любят какие-то подвижки то есть они не агрессивны это не те агрессивные фанаты которые бегают там и считают заклепки но они легко не пойдут покупать следующую вещь если вы например сделаете какое-то большое изменение если там не будет крючков понимаешь да 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 но при этом они же и они же и самая открытая аудитория например когда бэтмена пытались женить да на кошки это было целое событие то есть не только я то что даже языка сделала предзаказ комикса потому что ожидала что это будет новый виток истории мы видим как он с кем-то взаимодействует то есть не семейную драму а именно вот геройски взаимодействует и потом когда они отменили это все ну по сути сказали что она как бы убежала со свадьбы но отменили я отменила заказ то есть они выпустили анонс и я на следующий день от меня заказ и я была такая не одна нас таких было очень много судя по рейдиту то есть дисси и марвел не совсем понимают чего хотят люди при этом ничего менять не хотят стоп 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 и мы когда-нибудь дойдем владислав того что ты что-нибудь скажешь пару слов не на самом деле немного я просто хотел пару вещей спросить а потом уже может я сейчас закончу я закончу мысль дед говорит вот чтобы ты понимал когда поженились мы поженились мэри джейн и питер паркер человек-паук его рыжуха это было просто охрененно обставлено на каком-то стадионе если меня память не изменяет собралась огромная полпа фанатов а актеров переодетых петра паркера и мэри джейн венчал в виде священника сам станли вот и это было вот дик явление марвел в то время читали во всех студенческих кампусах обсуждали его стали там явно отставал он был все-таки старики даже уже тогда вот но он все еще пытался почувствовать пульс фаната у себя в руке да сейчас это скажем по правде выхолощенная требующая заработка требующая окупаемости с одной стороны серия комиксная с другой стороны они пытаются всяческим пориджем так или иначе потратить такие же как вы мы такие же беречь беременная женщина-паук я я как женщина знаете сидела смотрела на эту обложку комикса такой ну нахер я я не готова вот сейчас закончу мысль и вот прям давай мотылек сейчас договоримся заканчиваем мысль и мы нашему товарищу даем просто все время этого эфира поговорить иначе мы никогда не дадим это когда в marvel решили бабу тора переодеть в тора тихо 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 спокойно все хорошо это закончилось вот она типа умирала от рака по моему груди как полагается дай бог не матки вот и ее значит назначили тором а тор пошел бы как бы нахрен и все присоединились орали о том что это потому что нас читают же их реально читают женщинам мы сейчас с одной из этих женщин сидим прямо вот на подкасте вот они их читают женщины и поэтому мы сейчас дадим им героя который тор но женщина страдающую раком груди ведь очень важно страдающий раком груди до что мы с тобой два мужлана поняли ситуацию представь что тут ора не знаю рак простаты ты давно хотел прочитать что-нибудь про супергероя у которого член отваливается нет дополни об этом да кстати об этом но лучше не поминайте ими все это я буду орать два часа но мы уже выделили определенные триггеры до нас до всех так вот знаешь какие самые распространенные реакции были вот на этот перезарпуск где женщина торг который ни в коем случае не женщина торг торг не женщина не герл торг его мотор торг от именно что от женских зрителей комиксов и они сказали мы начали читать эту серию чтобы почитать что-нибудь про мускулистого скандинавского мальчика мы приходим домой у нас на работе проблема мы открываем мы читатели марвел мы открываем книжку а нам там показывают бабу который раз груди вы хорошо разбирайтесь в скопизме мало уважаемый редактор и марвела верните нам пожалуйста здорового без рака простаты скандинавского накачанного мальчика чьи проблемы никак не связаны с его потенцией эндокринной системой я просто хочу чтобы он бегал и давал по голове великаном ледяным вот это все проблема все мы смотрел ком затыкаемся и придаем тебе слово я просто хотел спросить этот может как внутреннюю кухню поделитесь в плане этого да 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 там по марвелу несколько и по одессе вот по марвелу я очень люблю именно такие сторонние как-то как это серии или как-то не основные это вот именно нуарный паук паук нуарный вот как бы и очень зашла вот эта тема когда они пауку в пауке меняли телами душами как это понять октавиус такой блин там на мэри джейн на грудь смотрит там злодеев пиздит просто как не знаю кто там ну чё моталёк отвечаешь ты или я а потом еще с этим с джеймисоном руку жмут таки да мы будем вместе работать а паук такой это пока по marvel значит смотри как я уже говорил тот же например бэтмен или тоже с человек паук это очень старый франшиза там все попробовали все попробовали чтобы вы понимали в прошлом году тигрица исполнилось 50 лет а дэдпулу сейчас 31 да я помню его еще молодой тупой франшизы а человек паук старше меня в два раза да то есть а я уже имею седую бороду вот и темы были исчерпаны темы были исчерпаны давно но понимаешь как бы что такое темы в отношении франшизы это каши из топора то есть у тебя есть котелок в котелке лежит топор и дальше туда крупку маслица специи лавровый листечек да немножко ушла вот и начиная с алана мура да может быть даже и раньше мейнстримные издатели очень любили приглашать людей которые вот особенно из индепендента всякого которые давали им вот это поворот да чтоб ты понимал на сегодняшний день алан мур с его хранителями да он проклинает там или там с киринг джоком он проклинает себя за то что вообще вот этот вот мрачняк задал потому что вместо того что он пытался перезагрузить супергероическую вселенную а вместо этого все скале о мрачняк покатил давай тоже делать мрачняк а если этот иисус и крестовое походу я не это имел ввиду шутка прокатила вот на самом деле алан мур ну кто и ранее этот фрэнк миллер дака с возвращаем миллер да но как валан мур отказался от своего этого наследия сказал пошли вы нахуй вы ничего не поняли что я вам сказать а фрэнк миллер просто скатился в охрана ту американскую а вот не вышла перезагрузки понимаешь не вышло нового веяния что вышло как раз каши из топора котелок топор что такое котелок что такое топор это питер паркер или не питер паркер человек скажем так человек которого укусил радиоактивный паук он одевает спандосное трико и начинает прыгать по крышам и стенам вот это костяк это топор в каши далее а что если он негр появляется марк моралес а что если он гей появляется осиный паук а что если у него вообще не человеком кгломерация пауков кто-то из сценаристов марвелов начинает хватать пауков горстями засовывать костюм спайдер-мэда а что если у него есть например доходы как у тони старка а что если он злодей а что если он мутант у которого паучьи гены убивают его разумность в мозгу а что если он женщина а что если он женщина без но если мы начнем делать если мы начнем делать из линеек а что если настоящие комиксы так появляется черный тор который вызывает просто огромную волну негодование просто собирает все тупые российские стереотипы на себя у него молод из расчерченный граффити я общаюсь и с той стороной или фанатов они такие типа это чем ну чтобы ты понимал это представь себе что вот мы делаем человека паука русского у нас был бэтмен русский да там с газырями да 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 мы делаем человека паука русского значит и вот у нас у нас даже было какой-то художник сделал там северного человека паука но он там еще как бы пытался как бы типа заработать им как с архетипами а вы просто делаем человека паука в косоворотке в волочной шапке с бородищей да вот это вот в лаптях как его ну и конечно же с бутылкой водки в руках то есть нашего он как он берет значит типа берет бутылку водки с кряканьем выпивает ее внутри его мутировавшая с организма это перерабатывается в паутину которая из неназванного места бьет как куда-то на стену и он на этом передвигается насколько это бы ну мне-то пофигу да да и огромному количеству русских которые привыкли к русофобии и клюкве пофигу да раз наоборот да потому что она показывала веселенькая а потому что она показывает насколько тупые люди которые пытаются составить у нас свое представление за рубежом да то есть как задорный говорил на тупые да и каждый раз когда вы даете нам в руки балалайку вы не нам в руки балалайку даете вы себя тупаками выставляете вот но тем не менее было бы же огромное количество людей когда посмотрел искала это что за херня это зачем что в этом не было даже визуального разнообразия мы потом перейдем к современному там лайну они очень поверхностно перерабатывают эти образ то есть это это другие человеке пауки которые нет ни которые одновременно человеке пауки то есть вы понимаете задачи него но не то чтобы невозможное вы здесь не можете не обосраться а учитывая как они всирают линейки большие линейки то есть вы продолбываетесь на уровне концерта да то есть но грубо говоря чтобы понимал окончательно эту тему а к тебе приходят и говорят о ты же русский такой ну по большей части а ты же любишь читать комиксы да люблю нормально вот мы сделаете человека паука в лаптях с водкой такой зачем ну ты же русский ну по большей части ты же любишь водку нет ну ты же русский вот тебе человек паук в лаптях и такой я не хочу тебя нет ты хочешь ты всегда этого хотел да это думаете что так бывает только с русским посмотрите на всех черных персонажей на то как они просто одеты они все носят худи фактически все в кроссовках так я сразу понял прикольный этот момент из южного парка где картон ходил доканывал там черного по этого мальчика что типа а где понравился черная пантера нет не понравилось как тебе не понравился же черный и пантера тоже но я понял что единственный способ нас мотыльком перебить это время от времени отрубать конференцию и тогда слава может стоять пару слов и да как бы это реальная ситуация очень многим черным не нравится как их призем ну не то чтобы презентуют а просто покажем женщины лгбт мне кажется тоже не нравится стоп ты сделал одну большую серьезную ошибку я не добавил еще пару букв нет хуже и сказал что не нравится лгбт лгбт все нравится но видишь ли в чем дело мы живем в очень сложном мире в котором есть люди которым нравится заниматься сексом спершеннажем одного с собой пола и есть такая социальная организация как лгбт которая подгребла под себя делегировала самой себе сама все интересы тех людей которые хотят просто трахаться с людьми своего пола то есть если человек хочет трахаться с человеком своего пола и хочет иметь какую-то социальную репрезентацию он должен стоять в лгбт ходить на парады махать флагом определенного цвета я понимаю что это не звучит как будто относится комиксом но когда мы перейдем к внутренней кухне я вам расскажу примерно что там творится и вы поймете почему это важно и почему эти люди отчасти ответственны за то что мы имеем безусловно у меня в принципе там осталось про две серии спросите все и потом ты будешь нас говорить как миленький и все дело заключается в том что на самом деле если возьмешь любого рязанского мужика из какого-то там завода до работягу такого ну да блин как у знаешь как у меня папа завода да вот и ты его спросишь ты чё там против геев что ты имеешь и любой мужик скажет нет я просто по бабам они пускают траху за с кем хотят в принципе пофигу вот ну то есть пока рязанского мужика завода никто не хватает за жопу сцены сексуально докатить у него яйца и за это не получает мужика естественно по ебалу как получил бы любой гетеросексуальный парень который хватает за жопу женщину да вот никто не любит навязывание если заменить лгб это повестку навязыванием веры в бога то есть вам это то не понравится ровно по тем же причинам при этом вы можете быть верующим при этом вот тут то же самое понимаешь люди любят выпить бокалчику мартини потом ко мне ли к тебе ну давай к тебе они приезжают к нему зажигают ароматные свечи до снимаются все это пистолет что нахли ты рад меня видеть и занимаются чем они собирались заниматься в это время с ноги вырывается какой-то хер и говорит значит так раз вы тут занимаетесь вот этой вот херней значит вот вам флаг вот вам розовая по а значит вы должны себя вычур навести и так завтра восемь часов чтобы все были на гей параде неудивительно что большинство геев на эту тему не большинство не скажу не знаю статистики не имею на руках но какое-то количество геев по крайней мере с моей среди моих знакомых которые отлично знают что я гобофоб вот и мы подъебываем друг другу шутками про пидорство да то есть понимаешь ну здоровое человеческие отношения вот они такие нет мы не с этими ребят нам нравятся мужики нам не нравится гей парада нам не нравится радуга нам нравится и все все любят хорошие истории как бы как человек которого нет проблемы там женщиной в принципе с другими людьми я могу сказать что все любят все хотят просто хорошую историю просто интересных персонажей это как раз к тому что скопизм важен все хотят открывая странички именно визуальной истории получить хорошую визуальную историю ребят то есть и визуал в комиксах очень 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 важен и визуал и вербал визуал и вербал да то есть а вы в общем то приземляете историю до того что пять дядей бенов умерла у питера паркера девушка которая не дает ему банку мороженого потому что он мужчина то есть мне это зачем я это могу закрыть комикс пойти кстати послушать как соседи ругаются то есть опять же простой пример вот мы люди вне зависимости от того как у нас возрения на такую достаточно узкую часть человеческого жизни как секс то вот и если мы захотим эту часть жизни отобразить в каком-либо творчестве мы пойдем наверно на порно сайт в том числе может быть на порно сайт с комиксами да где есть порно комиксы и там будут хэштеги да и там лесбийский секс бдсм гейский секс еще что-то вплоть до самых извращенных да там пойдем в даркнет и подкачаем цп вот а когда мы обладая всеми этими особенностями включая самые извращенные за которыми нам тук 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 фсб в дверь хотим приключений мы наверное идем на сайт где комиксы про приключения а нам говорят вот ты гей допустим нет не ты извини не ты просто кто-то гей вот а там от алёк гей на ты бишкой не прикидывайся так вот ты например любишь айсман из аксманов ты такой да он классный он может такие дорожки из-за льда делать и поднимать скользить он шутит прикольно это был персонаж отдушина он был комедийная перебивка все серьезные а он такой типа эй чуваки расслабьтесь начали да вот и потом приходит юная джин грей и гей и знаешь самый прикол вот здесь будет самый прикол и мы никогда не дадим тебе поговорить но уж извини вот приходит джин грей играть и гей и он такой неужели я гей а у него там сзади огромный бэкграунд когда он девок клеил как даже причем так пошленько так вы знаешь вот чтобы по морде получить да ну вот ну как вот как и девчонки любят да и пацаны любят вот анемат и гей и знаете такие фанаты вот наш хардкорные фанаты сидят таким у нас был персонаж который замутил с несколькими бабами и замутил активно и у нас есть неуравновешенный молодой персонаж который умеет в ментальной контроль и этот персонаж первому сказал что он гей ни у кого не создается впечатление что он просто промыла у мозги и внушил ему что он гей хотел бы натуралом все это время страшно жить комиксы комиксы страшные комиксы страшно сделать в комиксах раз так давай дадим тебе договорить а то мы это будем все время нам лишь что сказать вам есть что сказать ты пригласил людей к раме что сколько накопилось за и пригласил ведь вот сейчас много под 10 перейдем но я вот не у дверки понравились может есть что рассказать интересно именно про концепт вот у нас же как обычные есть арки услу про условных героев и есть там фонтик как вот в марвел там про дума есть по доктора дума там про карнаджа там то есть вот а вот в dc мне вот понравилась тема вот этот вот а корпус красных фонарей там них отдельно было арка вот и отряд самоубийц постмодер душа моя практический постмодерок я собирался тебе дать слово на этот я скажу проще когда высасывать из обычных героев стало нечего они стали скрести по сусекам и придумывать корпус фонарей собирать а что будет если мы соберем не лигу супер героев а лигу супер злодеев и заставим их творить хорошие вещи это значит что они на самом деле неплохие то есть а вдруг они имеют душу да то есть и harley queen на самом деле не подстилка джокера самостоятельная личность чтобы ты понимал я огромный фанат старый harley queen и огромный хейтер новый harley queen да но мотылёк все правильно очень говорит понимаешь как бы у них кончились герои и знаешь как в том стихотворение степанцова про охотников за головами а вдруг они имеют душу и даже понимать в кустах разделывая тушу как не задуматься подчас а вдруг они имеют душу и даже почему это имело определенную свежесть потому что это новые герои немного и там было больше творческой свободы то есть на самом старте эти линейки они имеют чуть больше креатива чем закостенелые и естественно потому что линейка антигероя и на самом деле сверху на них не так сильно обращают внимание но как только это хоть чуть-чуть начинает продаваться или как только это чуть-чуть замечают они сразу подгоняют это под средний стандарт или дают еще и начинают курировать чтобы ты понимал у нас есть фильмы из которых первый дэдпул хорошие а второе говно не ненавижу оба фильма она ненавидит оба фильма но она должна признать как его намажется этим она должна намазаться кремом я уже вот что 2 я посмотрел первый дэдпул для меня это был глоток свежего воздуха ты видел первый датул согласись смелое интересное кино было я знаю моталёк у нас большой фанат дэдпула вы знаете вот как я например фанат harley queen и такой отслеживаю нет это не канон или там еще что-то да но как любой фан бой моталёк у нас фанат дэдпула и первый дэдпул но он был хорош все-таки он был хорош я готова признать что он был это была хорошая вводная для они очень правильно использовали крючки из его прошлого но понимаете мы с братом сидели на сериале извини перебил с братом сели на сериале и такие лишь бы не убили его бабу ради всего святого лишь бы не убили его бабу потому что есть убивают его бабу для кто должна понимать владислав тоже все идет по везде тут же моментально да и в конце было бабу не убивают мы такие кстати про глоток свежего воздуха у меня он был когда вышел второй отряд самоубийц и потом миротворец летом вышел сериал миротворец очень очень понравился моталёк перебью тебя перебью я перебью всех это аккуратнее а то смотри сейчас врага из джона живешь перебью всех перед лом перебивает поверьте чтобы ты понимал и слав ситуация заключается в том что каких бы супергероев не наплатили 70 количество их конечно и миротворец я покупал комиксы про миротворца еще не перепроданная dc я конец не читал сразу говорю добавлю тебе тебе не надо для этого ты меня пригласил я здесь я сейчас расскажу поэтому да это был такой персонаж который ездил по разным странам стиле спидегонщика и боролся за мир при этом он был практически пацифистом но он был пацифистом с маузером на медре да его перепродали dc и он стал так немножко работать на хранителях вроде был да как часть хранителя нет нет хранителях он не был он был просто такой отдельный франшизм в чем дело в 90 огромное количество комиксных серий в 90 было огромное количество комиксных издательств они придумали огромное количество очень хороших интересных персонажей понятно что поскольку в америке больше всего котировали супергерои это были своего рода супергероя только свои собственные да там fly peacemaker спаун на спаун я думаю мы коснемся отдельно да я хотел про спауна говорить мы смотрим большие фанаты спауна и у нас есть и просто мне тоже нравится поверь мне мы украсим твой подкаст истории про спауна вот но как бы пензенскими проститутками извините у меня бомбит да пензенскими проституток мы не забудем потому что спаун все-таки не выправился до конца но не суть вот много-много маленьких студии много-много маленьких комиксных фирм когда цвели комик шопы они там публиковались все было замечательно но схлопнулись комик шопы схлопнулись эти издательства и тех персонажей которые чего-то стоили перекупили большая двойка да но в то время на самом деле не только большая двойка там были еще какие-то там дополнительные ребята но большая двойка большая двойка купила даже топковый мэйдж и и даже не вспомнил название уже на всех скупил вот они купили там 10 купила мисс 3 это такой женщина-детектива похоже на кишпировского женском варианте в плаще как они скупили ангела из спауна эту бабу не не скупили там был целый скандал там ушел сценарист и художник который придумал и они таким образом пытались надавить на то до макфарлейна чтобы спаун всегда был слегка костью в горле у двойки потому что он хорошо у него средние продажи очень стабильные даже в очень плохие года у него правда были провальные просто года когда его читать просто невозможно особенно когда там был блондин в виде спауна и они все все эти годы он до сих пор у них как кость в горле и вот тогда они пытались на то до макфарлейна надавить и вы чтобы он вырезал из уже существующих линеек ангелу я не знаю чем закончился конфликт ангела осталось в комиксах но как персонаж она теперь присутствует присутствует только в марвел и при этом марвелу она ну будем честными она там вообще не пришли не пристегни она сейчас сестра тора они просто не знают что с этой франшизой делать они не знают что делать с этой франшизой но вот именно куснуть туда прям очень хотелось и я немного забегу вперед меня до сих пор с этой истории горит когда вышел ганслингер его продажи подскочили настолько спаун ганслингер невероятно красивая серия всем бежать смотреть читать хотя некоторые авторы не умеют обрисовать револьверы не не важно его продажи превысили marvel и dc и новостные ресурсы по комиксам такие а мы этого не видим они просто игнорировали то что спаун по сути ну захватил верхушку топа 3 и довольно долго держался потому что его там предзаказывали еще допечатывали это это очень большой прорыв для и мы же не не такая большая студия как вам кажется они очень маленькие и люди просто я не знаю под купили их или они я не знаю по какой причине под купили не было не было статей была одна статья на большом и новостном ресурсы и потом они начали выходить уже примерно через месяц когда все улеглось то есть когда у всех уже перестала гореть я узнала об этом из твиттера то есть и кто-то вытащил статистику и выложил ее в твиттер что на самом деле спаун двум большим студиям щелкнул по носу у народа очень сильно горело который сидит в marvel и dc и они после этого попытались через профсоюз сценаристов воздействовать на то да то есть когда вы слышите слово профсоюз сценаристов это не хорошие люди это по сути у пг которая пытается всячески вас по поймать за ногу нам очень тяжело если мы сейчас начнем разговаривать о том как право на комиксы к авторские комиксы распространяется в америке да у нас твоим как светим этому отдельный стрим да я просто понимаете что это змеями я сейчас давай подытожим это летчик потому что все-таки у меня ужасно хочется дать воле славу слова я просто расскажу две очень короткие истории и построить территорию чтобы сказать быстрее значит смотри в свое время когда у марвела несмотря на то что стэн ли он не был не кастан ли никогда не был хозяином марвела ну знаешь стэн ли да 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 конечно я думаю что даже наши неискушенные зрители знают стэн ли что это лицо марвела но он не был хозяином марвела там были голберг или как назвали там ребята в общем и он старался чтобы у авторов по его по тогдашним параметрам у них были определенные права но как авторское право в америке времен стэн ли это подтирка для жопы сам понимаешь но когда его например начальство заставляла увольнять людей которых он набирал в марвел по кусочку по по человечку до свидетели говорят что у него настолько было все это нервно что он просто ходил в туалет блевать извини за интимные подробности настолько него это было нервно вот но тем не менее авторские права чтобы ты знал авторские права у нас в рашке до неотчуждаемы если ты автор у тебя никто не может отнять это но в сша авторские права можно продать или можно уступить и это приводило к огромным количеством проблем например тот же джек кинг кирби тоже знаешь известнейший основополагающий известнейший комиксист соединенных штатов америка джек кирби да то есть вот недавно там вышли там бессмертные жалкая пародия на его комиксы он работал со стеном ли над фантастической четверкой да и так далее так далее это классика капитан америка классика это вот прям отец его зовут джек кинг кирби кинг это прозвище сам понимаешь вот например марвел отказывался выдавать листы для продаж его комиксов которые он там по восемь листов в день человек делал комиксов поверь я очень быстрый комиксист полоса в день это хорошо три полосы в день это пиздец как круто 8 полос это прям охуенно 8 полос в день на протяжении нескольких лет это что-то немыслимое это понимаешь это рекорды гиннеса ему отказывались ему там из трех тысяч или из пяти тысяч полос которые он сделал за это время для марвела ему отдали по моему 300 потом после скандалов после судебных разбирательств ему отдали там не ему даже уже его детям вот и на каком-то этапе из марвела начали уходить серьезные комиксисты они сказали ребят здесь условия труда какие-то просто жопа давайте мы просто пойдем другое место и организуем команду который называется имидж комикс туда ушли нынешний редактор главный редактор 10 комикс не не стенд а джим ли этот кореец который хаш может быть видел хаш бэтмен на у него были охрененные они взяли с собой несколько замечательных художников на подхвате например взяли одного контуровщика это его может быть тоже его знаешь кемпбелл фамилия узнай не помешает не повредит вот и там всей толпой научили его рисовать не только контура но и графику вот и у них ушел макферлейн чтоб ты понимал макферлейн в то время это в 90-е был всплеск спайдермена спайдермен пошел на спад но в серию пришел макферлейн и сделал нового спайдермена и он ушел но макферлейн а был и свой проект проект назывался спал это такой злобный бэтмен из ада к тому же он ну я думаю можем сказать то слово здесь поскольку мы друзья он черный вы не представляете что такое ранее было делать черного персонажа с черной семьей в общем-то чудовольно черном окружении и он справился он справился так вот и как рассказывает макферлейн а вот поверь вот это была история когда вокруг были маленькие издательства комиксные да очень много маленьких комиксных издательств и он говорит я обошел 600 комиксных издательств и в каждое предложил своего спауна в каждом мне отказали и когда он в имидже сказал ребят я издаю спауна по-моему в имидже да в имидже я тебе картинку скину где спаун идет по коридору а из-за решеток торчат руки мне она прям здесь идеально зайдет вот и комикс я просто я в это время как раз был богатым фанатом я покупал альманахи на птичьем рынке не понимаешь москве на птичьем рынке покупал альманахи комикс я покупал журнал wizard и шесть лет вот что я их покупал спаун не опускался ниже с устого уровня в топах комиксов я всегда себе представлял это следующим образом маленькая полузакрытое издательство типа хоть молибу комикс начальник вызывает своего подчиненного и говорит джимми помнишь к нам приходил какой-то чувак и предлагал нам комикс под названием спаун тогда помню босс ты же его нахрен послал да я этого неудачника нахрен послал ты уволен джимми и спаун настолько обеспечил макферлейну не только продаваемость комиксов что макферлейн стал одним из ведущих производителей фигурок полисборников как я это называю кстати я придумал слова полисборник если где-то в прессе вы видите относительно фигур слова полисборники это моя заслуга извините не могу умолчать потому что я помню как градский радовался тому что он придумал слово журналюшки вот и у меня сейчас на полках ты не поверишь 50 процентов этом фриландовские полисборники настолько он бабла поднял и в свое время он сказал ребят комиксы кайца в говно корпорации повесточка я предлагаю всем создать своего рода нормальный профсоюз комиксов не только профсоюз комиксов проблема проблема серьезная когда началась пандемия она просто вскрылась еще больше в том чтобы доставить физическую копию человеку или в принципе заинтересовать у комиксов ужасный промоушен и макфарлей предлагала распространение free-to-pay то есть ты не покупаешь первые два три номера ты их просто открываешь ну на каком-нибудь сайте читаешь если тебе нравится покупаешь дальше и и чем дальше идет линейка тем больше номеров становятся бесплатными то есть тебе за вводную часть по сути не надо платить и это бы отчасти спасло комиксы хотя бы вот старые линейки сделать бесплатными но марвел одессе такие ты чё там пёс ты охренел с этого деньги имеем мы еще они имеют они имеют они в этом году отчитались они подняли цену на свои комиксы на 2 доллара 5 это много то есть они подняли деньги на новые комиксы но старые тренды со старой тайты у них они реально собака начали плюс там огромное количество споров но что вы понимали например комиксы про конно варвара делал marvel и отличные комиксы бушема бусема как того парня зовут до сих пор не знаю охрененные комиксы когда их вместе с лицензией перекупил dark horse он стал иметь право опубликовать и свои комиксы и марвеловский сейчас их перекупила компания обратно английская которая сейчас их прибыть производить и она может производить свои говардовские комиксы марвеловский и dark horse оске понимаете а переиздание вот когда marvel сидел на лицензии огромные проблемы заключались в том люди огромное количество раз ругались что переиздание нет они хотят получить весь 70-го года выпуска но никто им ее не дает слушай все мы так давай заткнемся и дадим владиславу слова а закончим мысль с тем что макфарной предлагал говорил что мы мы катимся как бы ребят мы летим в жопу если вы помните кадр из крутого пике где вот сзади стоит такая накрашенная стюардесса это marvel второй первый пилот одессе а макфарной это второй пилот который на это все смотрит думает ребята и паникуют вот я хотел спросить ваше мнение поводу вот мне очень понравился вот я недавно приобрел полгода назад комиксы по лунному рыцарю ты шестнадцатого года это смол вода вроде и 16 который вот 2016 там где он психушки я видел перезапуск да вот там прикольно что сделали что там когда вот показывают разные его версии там меняют стиль отрисовки ну и в целом меня под очень понравилась линейка там чтоб ты понимал у американских комиксов постоянно есть такая проблема что-то придумал хорошую тему и надо ее как-то вот ликерски использовать знаешь generic сделать да ну например берем бэтмена и берем дэри дэвила бэтмен принадлежит дэси дэри принадлежит марвел но в принципе это ведь ланты как раскачет по крышам и у них есть рожки на маске например берем да 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 охренеть да вот или например берем ну капитан америка берем гардиона из 10 который не взлетел но все равно существовал да то есть и мункта это это практически бэтмен да но когда ты делаешь такой generic к тебе в прекрасный день приходит босс играть ребята это все хорошо этот generic нас не за дня возьмут за жопу за лицензию да но давайте вы внесете в этот образ что-то новое чтобы это не был бэтмен и мунг знает он поначалу был очень скучный в плане я в видео 90-е годы но у него был бэт плейн видео круассана вот полетающего лунного да у него был свой альфред с такими усиками да то есть ну вы понимаешь вот и они решили его все-таки перезапустить чтобы это было нечто больше чем бы на самом деле это не так сложно потому что мы не обязательно привязываться как бы к существующему образу ведь даже в рамках бэтмена есть что сказать нового если бы бэтмен не был бэтмену есть но мне был единственно хорошо продаваемой линейку одессе по что она за него держится как за последнюю соломинку все посмотрите на туп продаж вот там три места где-то бэтмен и потом все остальное на дне да извините я тут влетаю со своими деньгами правильно правильно делаешь потому что ну даже супермен вот они эти эксперименты суперменом когда давайте заменим его на его сына его сына заменим на гея а зачем мы заменим его сына а у нас лицензия на супермена кончилась а сейчас нас ждет большая арка и там всех будут убивать но очень на самом деле такая ситуация что когда лицензии начали сыпаться а там наш лицензии принадлежат родственникам да все дела единственный чувак который в свое время справился с ним всем дерьмом это был боб кейн который создатель бэтмена как раз у него дядя был и сами память дядя был адвокатом ой вы его дядя был еврейским адвокатом обожаю что вы говорите еще вы говорите естественно вздул всех о них шли мазал вот и сказал на любом бэтмене вы пишете что это боб кейн сделал и денежки вот сюда вот в то же время сигал и шустер которые тоже были вполне себе и время получали за одну страницу они получали какие-то они получали постранично за супермена и не являясь авторами где-то чуть не в девяностые была буча и сигалы шустер стали писать креаторов супермен сигал и шустер да вот за это время естественно и сигал и шустер умудрились умереть в нищете тоже ой-вей вот и так дальше то есть огромные терки были у того же кирби сли когда они решали кто из них был автором того или иного персонажа и когда вы видите или дизайн персонажа это значит что автору с этого капает маленькая копеечка если он если он достаточно умен чтобы договориться на его капает маленькая копеечка если он не умен то он продает я потом объясню как эти продажи происходят но короче он продает себя и остаются ни с чем вот и вот сикл с шустером остались ничем они даже под конец сделали джой мэна как у них на обложке был написан первый еврейский персонаж такой клоун который там больше напоминал доброго джокера который всех там уничтожал при помощи биби колокс клизма и так далее вот но не помогло не помогла люди действительно как бы не преуспели вот и то же самое собственно происходит лицензиями типа молк на это да типа давайте попробуем сделать что-нибудь новое на основе ничего не старого вот как верно сказал мотылек раньше комиксные фанаты они в принципе достаточно ретроградный консервативный они не пойду далеко за примером когда я посмотрел возвращение темного рыцаря фрэнка миллер да я получил его от моего коллеги саши хромова тоже большого фаната комиксов который поставлял мне вы не поверите к серкс и первых имиджевских комиксов как же мы хренели там столько деталей там компьютерная раскраска вот и он мне дал как-то недельку почитать возвращение темного рыцаря наверняка видел эту вещь да да это где бэтмен суперменом дрались да да кулаком с запахом по яйцам и первую неделю я просто ненавидел это серьезно она была такая не бэтменская все было так неправильно а потом что-то щелкнуло я понял что мне дали что-то новое и что-то охрененное я полюбил я полюбил эту вещь да я полюбил когда как его типа бэтмен начинает выговаривать супермена что ты не с этой планеты ты вообще кастарбайтера нахрен вот и когда замечательный момент когда супермен по заказу правительства отрывает зеленые стрели одну руку чтобы он не мог стрелять а тот натягивает тетиву зубами стреляет в него чем-то зеленым он же зеленая стрела чем-то зеленым супермена естественно охрененная реакция хватает стрелу и вдруг ему вываливается в рожу какая-то пыль в это время практически избитый бэтмен говорит ты знаешь для того чтобы сделать лабораторный криптонит надо иметь очень много времени и очень много денег и к счастью у меня было это и другое и тут супермен начинает кашлять искусственным криптонитом а бэтмен старый седой бэтмен начинает пиздить его чугунными ботинками и боже мой какой же гиковский кураж какой же гиковский фан я в этот момент получил и тогда я понял что первая охрененная вещь что-то но новая веха в комиксах вот ты перечисляешь свои любимые тайтлы не дай бог нам с мотыльком начать то же самое мы же не остановимся я я начну с того что начнут перечислять тайтлы которые убили женщины с женщины сценариста у меня к этим женщинам прям знаете личная ненависть баба бабе грабля всадят нет потому что я как женщина я тоже сейчас пишу комикс немного попиарить тестирую его на бедном джо у меня прячется сейчас я прям чувствую что они мне под насрали в кашу потому что женщин художниц на самом деле в комиксах было очень много сейчас есть мириками кару очень красиво ресурс пищели невероятной красоты рисунок она мальза морали срисовала то есть и очень талантливые невероятно красивые а потом приходят вот эти вот девочки не понимающие вообще чего куда и начинают писать депо настолько плохо что я буквально хочу взять билет в америку и вышибить и мозги это это как бы была какая-то альтернативная версия меня которая не любит все что я люблю в дэкпуле и такая ну вот это все вот вот это вот семья дети любовь я сейчас как начну писать так много представь себе что персонаж который циничен антисоциален до через него мало того пытаются раскрыть социальная тема типа семьи долга морали ничего не мешало делать через социального персонажа показываться социального персонажа и показываешь на его примере что так не надо беда в том что у меня есть и семья и долг и мораль я понимаю что это не работает то есть этот пишет меня не было бы проблемы если это показали хорошо так это и показывают плохо и во многих сериях так то есть у нас сейчас целый хаузов x есть такого плана потом как свинья она будет поверь мне вот это вот как вот то что я говорил выше ты приходишь с работы ты усталая женщина ты работал например продавщицы в магазине да ты открываешь шторы хочешь найти там сексуального скандинавского красавчика с широкой грудью до в легких волосах и ты спускаешься глазами на его бедра облегающие спандексом и или очень хорошая серия сансов супер хиро по моему супер санс она про сына дэмиана вэй про дэмиана вэйна и сына кларка кента именно ты взаимодействия как детей и это очень хорошая серия то есть вот вот вам пример хорошего хорошего нового глотка и они очень веселые они динамичные такой рисунок и испортил прям сам автор да и и потом испортил сам автор дэмиан вэйна был охрененным персонажем вы представьте кланка кэта кашка кента тоже охуенный персонаж вот именно когда ребят они оба охренительные они оба очень хорошо написаны если вы хотите отдушины бегите читайте супер сыновей это прям ну то есть это просто хороший комик сейчас чтобы комиксу быть хорошим достаточно знаете не трахать меня в глаза то есть это буквально все большего не надо не надо меня не учить не показывать чего-то особенно нового просто быть хорошим комиксом на самом деле очень сложно в современных планк с одной стороны упал с другой своим поднять и никто не может вот и дэмиан вэйн просто представь себе бэтмен засунул свой хер в талию алгуль да то есть кто не знает только талия алгул это дочь раса альгула генетический идеальная убийца до клан из клана убийц вот и в нее засунул хер лучший детектив и борец с преступностью в мире то то что потом как его не было во время абортирована представляет из себя ну просто евангелистический беспредельного хрена персонажа но он маленький мальчик у него есть амбиции у него папа бэтмен он пытается засунуть его уважение да он ведь просто фонтанирует тем что является становлением героя как же интересно смотреть за становлением супер герой вот буквально нам дали супер героя его становления мой папа бэтмен я хочу быть как папа а при этом он еще и вырос в другой среде то есть он хочет быть одним но его навыки совершенно противоположны тому мировоззрению которым он хочет отличный конфликт в голове ребенка да потому что он еще не понимает как он он условно понимает как надо но не знает как надо а в это время убивают его папу и бэтменом становится робин который был при его папе а он при нем становится робином да то есть прикинь да насколько закручено насколько интересно насколько можно было многое сказать автор проебать далее сын супермена земной мальчик наконец-то земной мальчик воспитанный в семье супермена то есть полукровка буквально я хочу буквально секунду не только уделить сыну супермена но и отличной динамики в семье супермена они знаете общаются как живые нормальные люди да мне то есть большего не надо лоис лейн по моему да лоис лейн отличный персонаж она всегда была отличным персонажем для спасения и у хочется спасать и она отличная пара теняющая супермена то есть их сын хороший персонаж это все гей он стал он стал гей он теперь его основная особенность на то что он долбится в жопу да характер всем похрен характер у него был отличный это знаете небольшой забияк он немного задирал он постоянно поддевает немного дереве он немного деревенщина такая да то есть понимаешь как бы он очень наивный он такой же наивный как его отец то есть он в плане доброты он очень-очень наивен и искренен в этом то есть очень давно у нас не было искренних вот добрых персонажей и это ребенок на него интересно смотреть как он учится как он выпендривается когда они с демианом качались на качелях он вместе с качелью поднялся и демиан сидит внизу только позер вот оно все вот чем мы хотим от комиксов хуйном он гей это важно все остальное не важно а то что он гей важно ребят вот мы здесь сидим втроем да я не очень много знаю про наш сексуальное пристрастие и знаете что нам не мешает то замечательно общаться как насколько я знаю если мотылек не бросила валять дурака можно сделать комиксную серию назвать ее мотылек би или можно сделать себя про меня и сказать дахар бдсм да наверное даже кто-то это купит но зачем ребят почему все надо сводить в жизни человека в характере персонажа в приключенческом комиксе о приключениях причем приключениях фантастических с другими мирами с правильными вселенными супер возможностями зачем надо все это сводить в район гениталий в район сексуальных пристрастий а почему например не свести это в район почему не сделать там дахар борщ мотылек шаверма не мотылек машинки и я такая вокруг меня не саду патрули как на меме без неграми да я такой дахар велики и селд классик такой 16 килограмм силы а вы же все хотите посмотреть на чем я езжу глупо тупо нелепо но почему-то когда люди говорят о свете кожи или о сексуальных пристрастиях это серьезно это по-взрослому комиксы которые являются приключенческими ребят понимаете это это немного не то чтобы не весело это не только скучно они об этом очень скучно говорят был например комикс 10 по моему мунлайтер он назывался когда это был бэтмен без моральных каких-то принципов и вот он был геем он трахал парня который превращается в солнце и комикс был относительно неплохой но авторите авторите сейчас расскажу как не удивляйтесь что мы там забываем какие-то комиксы просто читаем их много и они в какой-то момент просто превратились в одноголосную каши я не могу взять я читаю сейчас три-четыре линейки marvel и они все друг на друга похожи то есть мой мозг перестает их различать по концепции то есть я там знаю что в одном бегают зелененькие персонажи в другом розы мотылек про авторите там был персонаж похожи на бэтмена гей сейчас на минуту персонаж похож на бэтмен а гей и персонаж похож на супермена по моему по имени аполло да 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 и это была очень говеная вещь она прославилась но я там кто-то любил кто-то там что-то еще вот она прославилась тем что в один прекрасный момент не нашли огромное количество цензуры но по цензуры когда например там злодея трахал труп героини из первой арки вот просто реально в комнате он не лежал засушенный труп вот он был некрофилом но это посчитали слишком крутым и просто нагнали ему косплеер швидеты героини когда другой героини опять же чтобы показать с какой тварью она связалась там ее будущий муж там ли кто-то тушил окурки в язык финальной версии он просто там плевал ей в тортик когда в старых версиях там кому-то супергероев вышибали мозг как тогда было принято в 90 чтобы все летела кишки кровь но это все немножко подрезали чтобы но знаете чтобы то есть мы смелые но не очень это как с притчером да когда ты можешь быть любым мудаком но ты должен уважать женщин и ненавидеть фашиста ребята все кто любит создателя пацанов и притчера бегите я их ненавижу да вот вауислав ты позвал людей которые ненавидят притчера и пацанов пацаны очень не нравится не понимаете комикс в жизнь ради жести и это тоже и плюс на деконструкции ради конструкции у них там даже есть такая маленькая под серия где авторы но для персонажа бойс там избивает росомаху супермена мы круче всех потому что ну знаешь ты как игра в зензибар да назови число там 2829 я выиграл да и мой бой спизит его росомаху да ну нет бойс они немножко выправили за счет сериала и вот наши ребят которые спали третий сезон говорят что ну да вернулись они вернулись обратно хорошо так было уже нет понимаете тут тоже сработало первых но они ушли на четвертый сезон и последнюю серию я готова поставить деньги что ее полностью переснимали и теперь они будут ближе к комикса комикс плохо ребят комикс очень плохо очень я понимаю искренне понимаю людей которые он понравился но тот визуальный язык которым пользуется автор или художник он настолько далек от это буквально какой-то как карга язык это плохо но пройдешь как бы он весь строится о том что другие комиксы говно а мы сейчас деконструируем но сам понимаешь что такой а мы будем вишенкой на ту на кучу говна такой базис это базис уебков ты можешь создать своего я создам на основе я об смею вашу и таким образом буду крут нет не будешь тут должна быть картинка с пингвином когда это рофла на путь пидорасом вот нет не будешь вот не так работает ну вот и они убили любительскую колбасу ребят в бой собили любительскую колбасу из гранатомета после этого даже не показывать мне на глаза у юбки я хотел бы еще немного рассказать про комикс ну и на котором мне нравится и которые и про вопрос задать ну вот нас есть установка двойка то есть marvel dc а вот что можно сказать вообще про вот эту темную лошадку dark horse вот у меня просто есть много комиксов от нее это во первых мне очень понравилась тематор выжженная земля так олег алекс роз художник вот и несколько микс как они специализируются на комиксы по франшизам по другим то есть у меня есть по звездным войнам комикс ну да да по хищнику и по хищнику вот некоторые не достаточно хорошие как помню простую вещь франшизы в тот момент когда речь зашла о том чтобы комикс на студии выживать появилась ряд издательств который живой скучит на франшизах типа они они по принципу шлюхи но это не возбраняется одни ребята реально пытались выжить но опять же сейчас вот там пытаются взять нового терминатора нового конана и к ним таких dark horse хотите моим за еду нарисуем за муку буквально просто дайте слезать крошки со стола вот и у маленьких издательств на самом деле два пути либо жить на лицензиях как динамайт или dark horse либо как тоже dark horse кто-то еще придумать какие-то свои на тему тайтлы на тему если взлетят вот проблема здесь заключается в том что там есть хорошие вещи безусловно но все это строится на том что вот представь себе у тебя есть какая-то франшиза ты за нее заплатил и зрители хотят той же франшизы но например больше и ты ему и отдаешь матрик пошли назывался контора которая проебала лицензию на трансформеров сейчас скажу вот динамайт например у которого была лицензия на принцессу марса на красную соню новым перелу например пыталась свое время туда творить по весточке играть с повесточкой чуть не сдохли от голоду чуть не сдохли от голода и когда они поняли что деньги кончаются вместе с потребителями они они пытались там наш красную соню в штаны одеть да там замазать соски у принцессы марси берозовской в импереллу сделать подросткам в купальнике знаешь как как для школьного купания в бассейне школы но поскольку они не такая крупная компания как 10 или marvel какого финансы очень быстро все порешали и они что-то был динамайт комикс у него есть такая тема называется провокационная обложка если можешь купить комикс в обычной обложке а можешь купить ну там где например у принцессы марса нет золоченых нашлепок на сосках и это обеспечивает продажи они продают софт-порно по сути и это как его кашля чихание я так дышу вот сейчас буду дышать еще немножко будь здоров расти большой не будет вообще и иди тиви комикс вот а да вот им досталась лицензия трансформеров они решили что можно сделать из них трансгендеров и проебали лицензию ну вот посмотри себя ты человек который в детстве смотрел свои любимые комиксы про трансформеров где робот превращается в гигантский пистолет может мне сразу микрофон выключить я мультики смотрел естественно говорят что они прощаются не огромный пистолет аркейскую свадьбу вы знаете что арси при рождении в рождении да вы не слышались была на самом деле мужчины трансформером и ей потом просто сделали другое тело вот мне это очень интересно прям обосраться как я я просто большой фанат трансформеров и мне очень нравились к старой именно линейки комиксов которые в которых мораль ну или основной посыл заключался в том что мы настолько давно воюем что мы забыли зачем мы воюем буквально просто занимаемся тем что крошим друг друга уже без особой цели трансгендер а были комиксы по трансформером именно такие хорошие да да очень хороший вопрос задаешь ну конечно есть я же не знаю я вот тебе не надо знать прикиньте умным извини как его есть франшиза естественно по ней есть комиксы игрушки комиксы плюшевые игрушки хорошие комиксы которые бы порекомендовать да 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 есть иди тиви комикс старые комиксы они очень хороши потому что их писали люди которые писали были во первых фанатами вселенных во вторых там еще черепашки ниндзя и сами создатели писали сами создатели черепашек ниндзя писали эти комиксы то есть костяк авторов которые это все создавали они были прям очень хороши а потом нагнали девчонок с живешек они там все потеснили и все стало очень плохо так появилась черепашка которая лесбиянка как зовут нашего товарища ареман ахриман 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 который под аниме рисует который да вот мы с ним обычно орем вместе они с мотыльком обычно конечно вопят как сигналная сирена он хотел все время в этом издательстве работать ему казалось что там все идеально и он хотел реально вот трансформеров вот я буду там работать там лучшие авторы там пригласили знаешь когда какая-то франшиза закрывается и чувак как-то его делал выкидывать на помойку а эти ребята покупали эту франшизу и первое что делали покупали этого чувака говорят чувак эй слушай мы купили франшизу когда ты поставился иди к нам работать и он шел и вот как как на меме чего эти чувака с окном ты высовываешься смотри смотри твоя франшиза такой ёпать у работа кушать моя франшиза вот и шли туда и он хотел такой я горд мечтал как его поработать с этими людьми потому что вот она вот она вот она восприятие в чем проблема франшизы ты его создаешь перекупает его какой-то издательство и пошел ты нахуй а тут какое-то издательство перекупает у старого издательства играть чувак ты залал франшизу нам нравилось как я создавал приди к нам продолжай на ней работать тебе деньги ребята комиксисты очень-очень бедные люди лучше чтобы ты понимал комикс это всегда была вот самый краешек мейнстрима там всегда не хватало денег стену ли не хватало читаем ценники за работу интересно не мои ценники не зачитывайте а то как вот тип люди будут думать что комиксисты блять совсем жиром бежится у ёпки вот да и но но судил комиксы это прям вот край франшизы там всегда меньше денег меньше свобод всего мало вот и ремонт захотел ахман захотел туда пойти поработать и тут ему рассказывают знаешь что вот все эти плюсы которые ты слышал о которых ты говорил больше нет и больше нет вот ну как будто собственно говоря у тебя знаешь ты цеплялся руками за петлю на весельце а у тебя таблетку которые выбивались под ногу не самое лучшее положение на самом деле согласись тем более когда-то человек который жизнь посвятил тому что вот твоя стезя вот это ты рисуешь вот этим нравишься людям вот этим немного похвалю на дженни комикс на дженни комикс как люди не раз прошедшие через это оставляют франшизу самому автору то есть они не выкупают франшизу и мы дженни комикс это больше площадка для вас и мы имя имидж вот больше оговорил что ушли мы люди из марвела да да вот это было имидж сейчас там уже никого не осталось как в близзарде да но там по-прежнему там есть совершенно соевые франшизы тип какой-нибудь сучья планеты да но если ты тянешь франшизу она продается тебе насколько понимаю в душу не лезут нет 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 тот макфарлен вообще очень он не очень любит контролировать франшизу он любит их начинать но потом впоследствии сильно ослабляет контроль и автор уже сам делает так сказать по инерции да поэтому среди спауна есть ряд совершенно говеных серий не смотрите сорсеры там спаун бегать за пензенскими проститутками на фоне на фоне путина нарисованного на серпе и молоте с усами гитлера то есть я не вы я это блин не выдумала я через минуту подойдет в каком году это был сорсерет слушай они то ли прошлый то ли этот год а ну актуально такую такую грязь даже знаешь даже при всей то что тот макфарлен политически направлен его политический вектор направлен от нас он все равно человек который пишет очень хороший комикс а вот тот кому он отдал эту линейку он просто без 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 рук а ты про эти британские издательства комиксов вот которые дреда делает там 2000 обе вроде и они я и да про них знает больше да не я не вывожу еще следить за маленькими линейками я пытаюсь войти в основной линейку marvel что она просто ужасно это знаете за так далеко от человека линейка по сути начинается с того что вы нам вводят нового персонажа тумару майору 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 и она ее способность том что она каждый раз проживает свою жизнь заново то есть возвращается в изначальную точку и проживает жизнь по-другому и первая ее жизнь была обычной человеческой то есть нам начинают показывать ее человеческую жизнь она там семья дети муж и на следующей панели она говорит что это скучная обычная примитивная жизнь знаете мне хотелось выкинуть сразу комикс для меня он сдох буквально на самом начале а потом все стало лучше то есть она пытается изменить реальность там подогнать ее под себя и к ней приходят люди икс которые чтобы убедить ее в правильности их решения сжигают ее заживо о история с фанфикова стрима да да то есть я я не очень понимала как автор вообще одно с другим если бы кто-то сжег меня заживо я бы наверное в следующей жизни пошла его искать независимо от того насколько страшно мне он угрожал как шутка про ведьму и охотника как вы с отцом познакомились он меня сжег типа я отмстить да да то есть и на данный момент в людях икс люди люди икс вот эти вот возвышенные ребятки которых вы все любите с которым вы все выросли они делают лекарства от алисгеймера и аутизма от старости у них есть эти лекарства и они отдают их только странам которые к ним лояльно они обозвали себя нации сказали что все мутанты которые совершали преступления в тех странах должны быть везде должны быть амнистированы и выпущены и иначе вам не достанется ли не лекарств ничего и при этом должна быть возвращена знаете я я очень хочу мне начинается когда в комиксах появляются такие вещи как юридическая собственность то есть если вы посадили какого-нибудь саблезуба на 200 лет в тюрьму а ему принадлежал участок замка этот участок перекупили а он сейчас вышел то вы должны ему его вернуть отличная идея то есть кто 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 это вообще придумал чья больная голова это магнета стало интересно магнета теперь буквально проповедник он просто нравился персонаж как понимаешь парень у которого мама умерла в холокосте еврей теперь буквальный нацист он проповедует за то что раса мутантов это новая новая ступень а люди ужасные знаете ребят расизм в израиле да это действительно социальная проблема да и об этом можно было поговорить через комиксы когда люди потомки которых там предки которых стреляют холокоста да стали относительно других семейских народов вести себя во многом как расисты да и можно было бы ну либо опровергнуть его подтвердить либо развить эту ситуацию да но нет зачем бывшие евреи страдавшие от холокоста теперь нацист и он на людей их устроили халгала то есть это аналог человеческого мэтт мэтт гала где все очень дорого богатые им все прислуживают они туда приглашают мстителей чтобы показать им типа вот мы выше вас на прямо на этом холгала профессор икс говорит магнета что люди отчаявшиеся люди которые не хотят умирать от рака пошли ограбили выкрыли эти лекарства и вообще что они себе позволяют как как они вообще осмелились воровать что-то у людей икс потому что типа их годами притесняли но вы знаете эти люди которые умирают от рака я совершенно отчаялись медицинской системе америки пошли и украли единственный способ выжить вместо того магнета приходит гениальная идея в голову вместо того чтобы знаете жестом доброй воли поделиться этими дурацкие лекарствами показать что они не лёбки он плантации с лекарствами перенес терраформировал марс и перенес туда почему тебе не почему бы тебе не терраформировать сахару которая является определенной проблемой или пустыни или восстановить леса нет он он перенес на марс плантации с лекарствами и чтобы люди не могли их воровать этот комикс человек человек ненавистнический во всех своих ипостасях еще люди пытаются украсть младшего старшего сына фантастической четверки потому что у него способности которые они хотят и они постоянно говорят что мы настоящие его семья а вы вот это вот вы типа свои способности получили в результате случайного несчастного случая вы не настоящие мутанты стали тем больше чем боролись короче да они не пускают на остров дэдпула который технический мутант ну юридически он мутировавший не по своей воле но к ним относится вроде как он мутант и вот его они на остров не пускают потому что знаете он проблемная персона то есть вы с одной стороны говорите что на остров могут прийти такие люди как синистер апокалипсис саблезуб но датпула не пускается но потому что кровь у меня достаточно чисто ребят да понимаете в чем заключается ситуация люди реально современных американских супергероических комиксов продвигают нацистский нацизм гитлеровский нацизм 4 это даже не отсылка гитлера у кадра там закон этого вот они реально их не мораль их не представление о мире говорит о том что а нацизм это правильно они обосновывают нацизм берут герст персонажи нашего детства на которых мы там выросли еще что-то делают их нацистами и за счет этого говорят что эти нацизм это правильно при этом что когда-то нравился чарльз ксавье который всегда был гуманистичен и пытался сейчас того же магнета пытался найти компромисс это очень сложная позиция он пытался и своих не обидеть и при этом иметь контакты с людьми этот человек на данный момент считает что единственный способ взаимодействовать с людьми это их уничтожить или отравить лекарства чтобы люди стали бесплодными исчезли земли вот вам как такая идея а вы знаете что самое при этом этот комикс продается извини да не перебиваю по цене 55 75 по моему он стоит в реальных магазинах то есть это дорого для бумажки в 23 странице он он невероятно красиво нарисован я не могу сказать что он плохо художники у них даже на арен херс хороших художников но но комикс который говорит что мне лучше сдохнуть без детей я бы вы знаете я его в туалетной бумаге видела с перфорацией да и знаете в чем еще прикол авторы этого комикса сколько угодно могут заблуждаться относительно своего места в жизни сколько угодно могут представлять себе что они чайзинг-кон и гарри поттер да они не мутанты у них нет лучей из глаз понимаете они обычные люди это все равно что какой-то деклассированный убер-унтерменш да делает комикс про обер меньшей где обер меньше обосновывать что его автор этого комикса но неплохо под нож знаете и тебя читатель который купил это за 575 да вот тебя и твои детей а главное я понимаю почему люди перестают читать не думаете что на той стороне сидят идиоты то есть люди не только в твиттере сидят самые обычные люди с которыми я общаюсь они говорят что я дурак что ли это читать за деньги еще иметь физической копии комикс который меня оскорбляет меня мало оскорбляет мое правительство у меня есть реальные проблемы а тут еще комикс говорит что я могу в канаве помереть должен должен да потому что не существующая раса высших людей считает что я я лично я причастен к ее угнетению а вы понимаете с одной стороны это несуществующая раса очень легко считывается на любую существующую не то чтобы расу а социальную прослойку например на тех же геев которые все я повторяю в 10 раз всего лишь хотят ебаться мужики с мужиками женщин и женщинами на тех же негров которые родились повышенной частью мелатонина в организме ведь это не выбор иметь никто не говорит я вот типа родился белым да никто не горит а ты хочешь родиться зелененький откуда нет я родился белым он родился черным понимаете как бы и все что он своей жизни сделать это будет его решение они решением мелатонина в его крови но нам почему-то говорят куда человек прав к мелатонину в крови вот человек прав или не прав по пристрастиям своего собственного члена такого персонажа вы бы как ну то есть как человек приняли бы лучше того который не может не обнять своих любимых не поцеловать и навсегда вынужден жить в прослойке одежды между другим человеком но очень хорошо я рука говорю и она в какой-то момент искренне хотела избавиться от этих способностей потому что просто чтобы обнять своих любимых это это очень понятно вы можете это прочувствовать и то есть вы можете понять как это страшно и одиноко одновременно сидеть рядом с ними и никогда их не обнимать и знать что ты их убьешь если обнимешь а там ведь были такие супергерои которые обнимают и убивают понимаете а был персонаж который постоянно взрывался он хотел избавиться от своих способностей нет теперь он живет на караоке у него все нормально конфликта нет люди x решили все свои проблемы и пошли навязывать то есть свои проблемы другим людям вы понимаете с великой силой перестала приходить велика ответственность ответственности нет больше нет ответственности все творить я хоть правда здорово вы же дал хотели до чтобы у тебя была возможность там убивать всех твоих врагов по школе лучами из глаз и за тебя ничего не было как вам правда здорово современные комиксы как и современная западная культура не сочти тебя ватником там еще кем-то но вот это все рождает моральных уродов готовит поколение это не заговор ребят у этого нет там нет масонов нет иллюминатии нет репсилоидов на космической станции но такая простая вещь как комиксы является отражением комиксы фильмы мультики неважно является отражением того что солнцем который это все создает формирует из граждан которые потребляют данный культурный продукт моральных уродов которые не способны жить рядом с другими гражданами все в этом же обществе и ну значит не только ты ватник но и множество людей которых я знаю как он читает комикс они тоже теперь вать просто не живут в америке в америке и в канаде они не хотят читать по что это это не только не интересно это оскорбительно ну потому что страшные люди наверно наверное они интернет ши наверное русские наверное русские за путина но им практически их ниже собственные комиксы за их не собственные там 10 баксов говорят что ты будак а кто хочет покупать развлекательное произведение к основную идею которого является ты будак извините но это так не работает и не должно ура и слава богу что так не работает это не работает marvel 10 сейчас чувствую себя очень очень плохо больше сказать еще я потом расскажу что творится них на заднем плане но все-таки дадим владиславу пару слов сказать смотри кто то время у нас с тобой видео нет время от времени когда парень в красной футболке появляется ну душа моя мы не слишком перегрузили тебя социальные повесточки пытаясь рассказать о культуре я слушаю уже давно я привык слушаю ну вот собственно говоря как видишь ситуация такая хотелось бы хотелось бы сейчас поговорить о комиксах о развлечениях о мире иллюзии а то что чтобы немного уравновесить поговорим о хороших комиксов ну что вы слов давай тогда ты рассмотрим заткнешь и что-нибудь скажешь а потом перейдем к хорошим комиксам потому что стоит читать потому что стоит смотреть давай ну что в кухе слова так и есть я согласен как бы что все идет к этому ну нечего добавить просто я вижу буквально да и вас слушая тоже понимаю так и есть вот я хотел спросить этот мы с потолком начали говорить на тебя не было ты не следишь за британской издательство комиксов откуда дреда издает там 2001 вроде да 2001 1 конечно же алан мур в нем много из из это и издавал вот у него вышла английская версия лиги экстрадиональных элементов называлась по мыслим его нет не заметил авалон основанная на персонажах старых английских комиксов мы же не знаем что такое английские комиксы понимаете у нас какие школы комиксов есть у нас есть американская французская но франко-бельгийская и японская мы не знаем ничего про немецкие комиксы вам собственно и знать нечего мы ничего не знаем про фумете итальянские комиксы хотя там есть очень много интересных вещей в том числе фумете выдавали жесткач задолго до японского хентая ну как вам например история о том как две бабушки прилетели из космоса и стали трахать всех женщин на земле или споры космических растений убивающих людей надо было уничтожить при помощи ракеты которая привязываешь голую женщину которая взрывается и закидывает всю землю своими останками или например инопланетяне похищают извини что много планетян там есть не про непонятен вот похищают какую-то женщину из земли и для того чтобы она активировала в себе свои экстрадионные способности отрезают и руки и ноги и выкладывают ее в качестве гладиатора на между космическими боями на гладиаторской арене но она в конце концов приходит выходит из-под контроля и при помощи ментальных сил убивает своих хозяев или например такая история когда злодейка превращает свою подругу в каменную статую и залазит к ней во влагалище чтобы найти там цивилизацию маленьких человечков строящих пирамиду что мы знаем о фумеете что мы знаем об итальянском комиксе очень мало на сегодняшний день один вопрос а из чего они пирамиду строят из чего нашли я не буду спойлерить вот ну то есть понимаете как бы мы не знаем ничего в итальянских комиксах английские комиксы я чуть попроще мы ничего не знаем о маленьких под издательствах которые закрылись у marvel и tc мы вообще никто них практически не слышал по-моему без своих друзей я да да не их наверное читали а как его я вашим фанат например underground но комикс 70-х американского да но опять же а кто кроме меня у нас стране это знает да какие-нибудь геки этого точно не знают они читали air пиратов они оператор они не знают кто такая волливуд а если знают только на слышку они читали зап они они даже как крампа не читали понимаешь то есть кто эти люди ничего не известно то есть огромный пласт комиксов он как бы просвистел мимо наших геков куда-то туда в нибудь и этот недавно увидел этот сейчас извини мотылек недавно увидел комикс про тарзана вроде у нас альпаки издавали где происходит 9 ну тарзан же человек который живет джунглях там все такое в наше время типа там пусто по просто покалитесь он с мутантами бьется и там то ли женщины мужиков поработили то ничего там такое на здоровье понимаешь на самом деле комиксы они чем хороши в отличие от мультик или фильма для того чтобы сделать хороший комикс достаточно одного-двух человек да но про тоже некий сценарист получается да но опять же кто их знает очень многое просто я вот я на самом деле 40 лет занимаюсь этой херней да и все время нахожу какие-то совершенно охуенные вещи о которых ничего не слышал ничего не знал до вчерашнего дня до нахожу а там творится беспредел смелота крутозна все что угодно понимаешь как его national lampoon за крамп бакши огромное количество разных авторов бутлеги вот например что-то знаешь про аэр пиратов воздушных пиратов это было вот видишь а это была ситуация когда один автор сделал в 70-е годы порнографический комикс про микки мауса потом долгое время судился с диснеем а потом чуть не пошел туда работать понимаешь мне недавно да не показал мультик про как как его зовут это персонажа в белых штанах карта мальтез карта мальтез я никогда не вообще не слышал ему памятник вообще то есть я сейчас звеню дать я кукатом по год назад записывал интервью но у меня просто канале есть интервью с авторами некоторыми странными я интервью сценаристом этом филиппом джонсоном он сейчас этот чужого по сценарию пиша писал для нового чужого от marvel и у него есть когда своя тоже не комикса который тоже смотрю впервые вижу чужой я собираюсь дописать все еще статью про такого китайского персонажа как твои волосинки я слышал ты вроде это рассказывал вот так у него это считается один из самых популярных китая комиксных персонажей у него блять музей как в днх наше понимаешь а что мы о нем знаем это то почему я хотела как а в концу перейти у комиксов комиксов при том что комиксный язык на мой взгляд один из самых простых то есть мне как человеку которого проблемы с письмом визуально донести информацию до людей очень проще как и визуально ее понять и очень многое в моей семье общается именно знаете такими мелкими зарисовками и записками это хороший язык это хороший способ например общаться с детьми они лучше понимают визуальные образы чем и при этом у нас есть такие люди как мединский говорящий что комикс эти для дебилов не думайте что их нет там их там еще больше то есть мединский это это маленькая маленькая девочка которая там что-то пукнула там есть целые коллеги которые считают что комикс это не просто для дебилов это оружие дебилов ребята не надо забывать что комикс комикс в советском союзе как его знаете мы почему-то представляем себе народности стереотипами например в китае все знают кунг-фу да 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 все как джеки чан нет на самом деле там некоторые даже не знаю с какой страны с гантелей взяться да их не это беспокоит а в америке огромное количество людей в том числе и тех людей с которыми я общался заинтересованный годзин нет о боже я так люблю ваши комиксы вот а вот бэтмен а вот это вот там что-то еще я общаюсь с американцами вдруг понимаю что огромное количество американцев художников американцев думают что бэтмен летает ребята человек который играл в резидент evil вот это вескера он никогда в жизни ничего не играл в резидент его не играл в эти игры он понятия не имел что это за персонаж персонаж который сейчас играет в доме драконов никогда не читал книги маркин он вообще не не заинтересован даже стану то есть он сценарий прочел но он не знал что это за все ребята чувак который играл вескера по крайней мере старался извините так совпало и это не вина раз это не вина цвета кожи но вескер чувак из дома дракона и негритянка из колец силы или как они там называются рисовать колец власти да вот они все никто из них не увлекался и не читал те произведениях которых они снимались им хватало то что они раз свое меньшинство национальное меньшинство которые были приглашены в этот фильм из них насколько я знаю только тот чувак который вескер якобы вескер чтобы понимали я знаю даже даже я знаю я 25 лет в игровой журналистике да вескер это практически белый нацист ну да есть но есть и ситуация обратная то есть есть у нас актера рагорных который тоже понятия не имел что это нет 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 подожди я не обратно получается мивига мортинсон когда его позвали на эту роль он не знал что это но потом он вжился в нее он вкладывался в нее а здесь как бы этого нет не особо видно генри кевилл есть например тот же да генри кевилл да но генри кевилл все прочитал и кстати насчет вига мортинсона чтобы вы знали эту хохму да она охрененная вот мы с мотыльком и она документальный фильм как он пинает шлеме ломает палец не лучше не перебивай не думаешь ты смотрел все мои стримы а вот там ситуация следующая да его сын являющийся большим любителем толкина позвал его на фильм сказал папа ты кого собираешься играть позвонил какой-то пидор значит из новой зеландии сказал сыграть какого-то рагона вот и сын ему типа высказа в том плане что либо ты папа идешь играть рагона из моей любимой книжки либо у меня больше нет папы вот и в третьем фильме а там шесть лет по моему или девять даже 1 рука и которого зарубает врагом фильма и паде это сын вига мординсона вот и что вы понимали я опять же я просмотрел все материалы по лорду да и там несколько раз вспоминается такая вещь что вся съемочная площадка была закидана папер бэками папер каверами красаврия этого господа то хорошо бы да но лодов ринга да как токеном то есть все включая гримеров и там не знаю буфетчиц все читали все на съемочной площадке читали книгу токена а сейчас ты видишь как какая-то толстая уродливая неприятная тупая негритянка выходит изображая гномку и да ты толстая тупая уродливая неприятная негритянка пойди изобрази гномку но она не гномку приходит изображать она приходит нам рассказывать что она первая гномка на экране что пиздёшь потому что они изучила момент в хоббите было охренено ведь и были ну вот и она такая типа это сегодня огромное количество сегодня нам важно показать что значит мир разнообразие на среде дворфев есть негритянки не только не только они снимали не то как они были знаете я недавно вышел бэтмен я смотрела ребят которые занимались его постпродакшен то есть они занимались бэкграундами обработка камеры и такое ощущение что они описывают совершенно другой фильм настолько люди были вовлечены в эту тему и они думали что они делали то есть они там жалеют что многие сцены зарубили вот здесь нас не приняли вот тут мы сделали так вот тут так а потом ты смотришь фильм и всего этого нет у тебя есть какой-то я обожаю паттисона желаем у всего лучшего хороший актер но это просто не его роль после маяка сегодня нет да то у меня такое впечатление что паттисона роль бэтмена и не было нужно он не хотел быть он не качался сказал я не буду ничего делать нет но вот то как были воодушевленные люди на бэкграунде и то как не воодушевлен паттисон это просто два разных мира и и посмотрите пожалуйста как были воодушевленные люди братство кольца даже документальные фильмы полу стену колец как называется братство кольца вы посмотрите как там были воодушевлены все от карлика индусы который заменял хоббитов на крупных планах до вига мортисона да вы понимаете там на самом деле вот мы на его роль был выбран фродо сэм на его роль был выбран сэм для двух распиздяев хоббитов были выбраны два распиздяев хоббита гэндальф это гэндальф арагон это арагон там люди вот кастинг был настолько тугой да что люди которые были выбраны на эту роли они ничем не отличаются этих ролей я не говорю что это правильно да то есть но вы понимаете что вот сейчас эта тема что безногого должен играть без ноги слепого слепой глухого глухой и должен такой не слышит я сценарная хлопушка что плода вот но они выбрали арагорна вига мортисон арагорн и чувак доебался до костюмеров ему горд вот твой меч с мечом ходил в кофе пить до его за это полиция арестовала ребят для слушать игр я же бродяжник они как ну и чё а на олене я как охочусь с мечом по лесам бегу где мой лук костюмер такие крякнули сделали ему лук мир хорошо у меня есть меч где моя точила обратите внимание у него на по на этом как он портупея висит точила до точки меча вы понимаете как его это этот как его баромер который убивают у него была страх перед полетом на вертолетах знать что он делал он на съемочную площадку по горе забирался как ёбаный альпинист понимаете вот эти люди на старая школа актерской а зачем они можно вот помнить да сейчас не перебьют обзор это убытка медиана терминатора где у нас показалось во все во всех экших сценах даже арнольда нету все графика просто ребят помнить такой фильм авария дочь мента нет как приятно встретить молодой души значит смотрите в свое время у нас была советская школа кинематографа там были естественно актеры режиссеры сценаристы и операторы ну вы понимаете да и я очень рекомендую посмотреть все мы довольно отвратительный фильм авария дочь мента это перестроечное кино и когда вы посмотрите вы придете в некоторые когнитивный диссонанс извините за расхожее мнение расходит он заключается в том что актеры там актером еще не рассказали что можно делать халтуру оператору не рассказали что можно делать халтуру а вот режиссера и сценариста не предупредили и вы видите потрясающую своей эклектичности вещь когда актеры актер играют честно когда оператор играет за снимает на все деньги а сценарий говно режиссура говно я сразу вспоминаю в это время про дюну ходорковского поешь которые таки не сняли ну там прям таким прям вот теперь мы возвращаемся к метабороном не знаю про метаборонов поэтому поднимаю лапки это держи их так они поддержат твою грудь метабороны федоровского что вы понимали сценарист метаборонов создал два моих любимых уёбичных авторских фильма это эль копа крот и святую гору причем и святой горы и святой горы даже вырезали педофильскую сцену ребят причем на мой взгляд очень зря вырезали поверьте у меня есть связи в определенных кругах там показывали хозяев определенных планет и показывали как хозяин большой индустрии по-моему на юпитере типа целует руку своей жене и она после этого санрайзером проходит руку типа фу-фу-фу запачкал и потом он спускается к своему сыну его сын лежит в своей комнате это альков какой-то церкви посреди этого алькова стоит телевизорный крест из телевизоров он лежит на кровати рядом с ним на кровати лежит девочка 12 совершенно голая извините меня надеюсь нас не забанят на ютубе за эту информацию потому что это киноклассик он тебя осуждаем заранее да 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 фу-фу-фу такими вот он теребит папу папа дает ему скрутку денег вы знаете вот классическая скрутка ругончик рулетик и он передает замечательно совершенно играющие девочки эту сумму она берет эту скруточку и улыбывает из кадра то есть перед нами классическая приставка кстати по стенам этого алькова там комиксы марвел капитан америка большие фигуры знаете как в этом в игрушке с жираем депорте или кто он там вот перед нами классическое представление о мажоре маленький мальчик мажор да у него все есть обстебали религию они все лежат в алькове это девочка как эксплуатация ребенка да папа который кидает ему деньги и они интересуются чем заинтересован его сын да но даже автор метабаронов решил что что-то как-то крутовато и вырезали кусок вот сами метабароны ну на мой взгляд это помесь дюны и говна нет нет такого не отвечу моляю нашу тот отрывался и пытался скорее всего пытался как его если тебе понравились метабароны мне не понравились ему не понравились на баранах знаешь что посмотри священную гору и крота это там где все хорошо элькопа и копа сейчас когда русский крот сейчас я скажу как точно называется не хочется на стриме быть необразованным не забывай что мы все еще про комиксы и у меня примерно час остался эль топу эль топу называется эль топу посмотри эль топа и священную гору и поверь мне эти вещи гораздо сильнее чем это бароны которые натужны и слишком сильно пытаются это авторские комиксы да это фильмы и поверь мне понимаешь это художественные фильмы с очень большим бюджетом пожалуйста всем вот кто тебя слушает кто ты кто ты кто ты кто я вот эль топу эль топу и священная гора это ходоровский здорового человека а метабароны это ходоровский куличка мотылек что пророк винта думаешь говно ваш это у него охрененная графика сужать красиво да французский художник я тебе расскажу про раку извините мотыльчик сразу придется у меня записки в выстрее закладом как дождь у меня нет у меня солнечно вот реквием знаешь у французской бельгийского комикс одна большая проблема они очень долго позиционировали себя как комикс который акцентируется на сценарной части то есть как бы они они хотели сказать что они не историю в картинках фу 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 бы такими да типа это для быдла у них там реально министерство культуры спонсировал французский комикс и так далее так далее кстати если говорить об этом диссиденты из французского культурного центра очень активно всякие там антиватнические комиксы у нас спонсировали стране вот но что касается французского комикса они очень долгое время стараясь дистанцироваться от того что они комиксы мы серьезно литература я всегда когда ну комиксы были на французском скачать их можно было только с ему таки я всегда смотрел там реквием красиво же дайте корабли в воду летят вот эти охраненные а потом их перевели на русский я читаю и вижу что все вампиры тысячелетней давности начинают разговаривать как гоплики за гаражами вот а вся интрига стоится на строится на том что какому-то нацику его еврейскую шлюху шлепнули я такой чувствую себя даже когда я видел когда нам приходил этот белобородый русский убивал то нациста он там типа фотографии на ее плюют а тут я понял просто что это все говно ребята серьезно этот русский это вот клюква этот нацик типа вишист буквально это еврейка это макгаффин и когда начал читать как разговаривать все с вампиром выходит вампиры им тысячу лет они младенцами как его их возраст уменьшается в обратную сторону они становятся моложе да если помнишь я такой мне только что рассказывали что французский комикс основан на литературе это что за литература частушки блять ну где-то до литературы гетто какое гетто я видел этих как у алживерцев французских я у меня много друзей французских алжив за пошлую фразу как его я знаю как они разговаривают у них наоборот у них особенности они наоборот стараются быть более лицературно французскими да и просто от 13 район такие фильмы так это понимаешь вот там реально вот эти французы которые пытаются быть над сменами да вот как именем только плохой именем курить они пытаются начинать разговаривать вот но представь себе какого-то типа я чувак вот а лжицы так не разговаривают французы негритянские так не разговаривают вот эти люди так разговаривать я читаю все это в рекме тысячелетний вампир разговаривает парни с гетто а причем у нас же реком приводили очень серьезно ребята хорошие переводчики то есть там нет искажений ну как нет скажи не нет искажений а произведение говно поэтому знаешь что если крайне буду покупать реквием я куплю его на французском языке чтобы не понимать что там разговаривают хороших комикс хороший комикс хороший комикс хороший комикс и значит во первых два моих любимых хороших комиксов это поездка за продуктами века гамма это манга всем очень рекомендую она у нас выходила в бутлегии если есть возможность скачать скачать и это великолепная вещь от великолепного автора очень теплая это замечательный постапокалипсис про девушку робота где нет не постапокалипсис девушки робота поездка записки о поездке века гамма за продуктами всем очень рекомендую то есть это для вас будет в любом случае очень серьезным культурным открытием мой любимый комикс на все времена прям я ну поверьте сколько я переживал этого да это шедевр это шедевр далее ребят бом смита но не кевина смита джеффа смита бон 3000 полос не читайте других вещей смита он сильно сдал после бона но бон это то что должен прочесть каждый это программная вещь это моя любимая вещь автор ядовитых эльфом и автор ядовитых эльфов самый брутальный и к сожалению очень рано покинувшийся нас комиксист на вопрос своих брутальных фанатов какой твой любимый колец сказал бом всем почитать бом он издавался на русском он сдавался в цвете черно-белом очень рекомендую всем бомбом но он у меня внизу списка да у меня он тоже где-то внизу списка довольно неплохая реконструкция бэтмена но они посадили в конце бэтмена 30 лет в тюрьму и успокоились возвращение темного рыцаря стоит посмотреть хаш стоит посмотреть келенджок стоит посмотреть и расплакаться какие бы еще комиксы подалек подсказывать у меня сейчас абсолютный фаворит это ганслингер потому что он во-первых это бред бут это классика это знать надо перевели да уже есть перевода комикс невероятно красивый он приятный как вы да его зовут вилсон как вилсон общается это он это просто очень хорошая хорошая вещь для душины нынешний спаун который примерно 600 номера более-менее устаканился и видимо тот макфарлан перестала лихорадить пробу ну или просто спаун читайте спауна он там есть проблемы но их они кончатся их можно пережить король спаун очень красивая серия если вы если вы начинающий комиксист или продолжающий комиксист посмотрите как расположены там панели это человек который не занимался классическими комиксами и вот его заставили рисовать классический комикс и как он это все чувствует это очень красиво но я соглашусь что вещь очень красивая но спорная спорная вещь спорная да то есть у нее есть много проблем но если вообще рессорных да но надо я немного объясню я сейчас не слежу за линейками комиксов потому что меня от них извините тошнит я слежу за своими художниками за которыми мне интересно смотреть поэтому здесь будет марк миллар король специй очень красивый комикс он он очень красив это правда одна из самых его компетентных работ просто посмотрите и визуально она она по уровню наверное где-то black sat но сюжет сюжет плох то есть не не читайте посмотрите его визуальные попытайтесь посмотреть как именно художник решает образы и как страна время да то есть как художник пытается спасти плохой сюжет это black sat вот мы трех упомянул black sat рекомендуется да еще новый то выйдет скоро вроде они полтома выпустили и полтома собираются выпустить там ситуация заключается в том что black sat там уже есть законченные вещи black sat это франко-бельгийский то есть это попер эти коробки это история которая фуриная главный герой метис наполовину некор наполовину белый нуарный детектив он код это фури и там очень хорошо рассматривается раз момента в том числе в том культуру вроде он он очень культовый и совершенно заслуженно понимаешь те вещи которые мы называем культовыми для многих людей оказываются открытием то есть а это то к чему я скажу в конце почему конец и не ждет ничего хорошего дальше но не не ждет ничего хорошего и не ждет ничего плохого потому что все плохое комикс уже получил дела долго я рекомендую из франко-бельгийских опять же что еще ну ну как в качестве эксперимента над собой хотелось бы сказать каких-то веб-стрипах но сейчас веб-комикс очень в большой жопе сандра его мне все нравился но автор как вот сказать психанул и закрыл серии я бы советовала почитать первый и второй том дэдпула в качестве того каким он был это как это раньше по-другому работало потому что опять же его писали это насколько его характер изменился то как какая динамика другая была у персонажа это даст вам некоторое представление о том что на насколько все изменилось комиксах а они стали несвободными да я не скажу вам я не буду рекомендовать дэдпула но моторок совершенно прав в том что и когда-то это имело место быть когда я не говорю что это хорошая вещь это хорошая вещь чтобы понимать почему все пошло не так и где на каком этапе примерно все пошло не так да ребят посмотрите в любую вещь горлона парлова сейчас попробую проговорить как называется горан парлов его настоящее имя этот человек который делал очень много хороших вещей то есть у него есть хуйня из-за того что возил и плохие сценаристы но это в любом случае очень хорошая графика обязательно посмотрите парла парлов это прям а ой извините выйду из газета sunstone до sunstone ребята бдсм фетишистки лесбиянки пожалуйста посмотрите вы никогда ничего такого трогательного вот как раз о повесточке вопрос о повесточке вы никогда ничего такого столь же трогательного не увидите это очень честная вещь если вы пытаетесь понять что такое лесбиянки что как фетишистки стыка бдсм чки ну мало ли вдруг кому-нибудь интересно вы можете посмотреть этот комикс если вам интересно посмотреть на несколько извращенные человеческие отношения которые все равно пронизнуты любовью и тонкими чувствами тоже sunstone шейч у че кстати как у него вторая вещь называется тонкий материн мелкий мелкий шрифт и пощады в общем шеи чем можете посмотреть 6 немножко тяжеловатый автор но вам любом случае я думаю он зайдет он автор который заходит даже если вы не разделяете о мировоззрение что вы еще смотри сколько мы тебе рекомендации с этим руслав как его чтобы еще порекомендовать хорошего battle chasers battle chasers да мы с модельком огромные фанаты модереры но у нас есть столик battle chasers у каждого есть потомику бы толще знаешь какого типа не хотели стомик наш нашего вот когда я трактуюсь хорошо но это знаешь как вы не хотите поговорить о боге нашему дури battle chasers модера хороший автор читайте из него все кроме ultimate marvel ultimate marvel лучше смотрите он есть черно-белом варианте без текста просто посмотрите какие красивые панели да а текст не читайте текст не читайте от херня полных не надо то есть какой-то классический пример того как хорошего автора заставить регистрировать полное говно фан сюжет danger girls ранее до того как русская стала предательницей очень красивый комикс и редкий дух приключений на нем очень-очень долго продерживаться кто-кто любит мы вспоминали карта мальтеса почитать их юга прата но учтите что хьюга прат это как называется какая-то рулическая новелла это когда у вас фантастический мир похоже на европу но хьюга прата можете почитать в опять же франко-бельгийский что еще а марии всего марине можете почитать всего марине это скорпион это цыган великолепные вещи бернет вот знаете вот главная ошибка любого не француза это не проговаривать ты на конце французских слов бернет посмотреть торпеда 1936 год это комикс про социалистских гангстеров перебравшись в нью-йорк очень жесткая и грязная вещь очень рекомендую вообще бернет тоже рекомендую потому что наряду с пикаром шеи чем он один из лучших бдсм нах художников а это довольно интересный экспириенс торпеда 1936 рекомендую он же делал хекса марвеловского перезапуск ну и все его европейские вещи тоже очень рекомендую тебя бэнг бэнг господи слушают мне кажется мудрак что мы накидали рекомендации на 10 лет вперед люди это не пересмотрят да 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 пересмотрят на самом деле серии не такие большие многим какие-то вещи не зайдут то есть это сугубо индивидуально но мы мало накидали мэн стримных вещей что меня радует мэн стримных а я бы еще если вот кому-то прямо надоел супергероика я советую неуязвим его я знаю что у него есть много 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 нелюбителей но в качестве просто хорошей супергероики это все еще работает то там отлично раскрытые персонажи хорошая динамика он он естественно проседает некоторых моментах но законченная серия во вторых просто че приятно читать мотор чень посоветовать вот очень не посоветовать слушай а вот давай мотылек давай на живом человеке поэкспериментируем давай что ты хочешь нынешнего меня погоди погоди не сужай не сужай нет я хотел сам комикс и посовет который мне кто тебя спрашивает ну мне вот например понравился если уж тут с маги начинал то я вот хотел ну геннер попса будет но я берсеркова порекомендовал что думал что тут какие-то блять снобы на берсерк хорошая вещь да мне вот из последнего плюс-минус понравился ты человек бензопила я думал херня хорошая вещь хорошая манга слушать я вам расскажу притчу извините перебью но очень ненадолго поверь давай значит мы пригласили несколько мангак си джина это это всем рекомендую война с натертыми мозолями война ведьму васеньки охраненная вещь ему хочет автор заговор единорога буденовку подарил эти заговор единорога все бегом читать заговоре не потому что его сделал наш кореш и поэтому тоже идите читайте да кстати чему тут типа и механизмы хендрика я знаю что они много многим не зайдут но механизм очень-очень душевная вещь очень реально вы ее можете купить и нормально читать бумажкой да так вот хоть что дарил а рассидину и мы пригласили его на комиссию какого-то года когда она еще не была окончательно либеральную а у нас перед тем с мангаками с от сотоку давайте называть мангаками нихрена не могу не рисовали был спор и про салли комиксистами говорят ребята манга это просто японские комиксы знаете как региональный код до японский комикс называется манга неплохо нехорошо несложно не просто манга вот и мы с ними спорили и мы пригласили массе джина и таки приход ваша любимая манга сидит такой японец что вы понимали очень похож на меня бородатый полстый и такой говорят ну я вот из американской манги люблю вот это а из французской манги я люблю вот это смотрю на шоу так у себя такие взадики просто киснут такие блять я же нет я же имел другое японское не может быть никакой манги знаете вот как вот типа вот там типа французы хорошую мангу выпускали ой как же мы тогда поржали в этом плане вот война ведьма васеньки посмотрите пожалуйста очень хорошая очень очень трогательно она не совсем без клюквы как его российский отличный парень миша заславский известный русский комиксист редактор я с ним очень много работал хороший парень студио ком кто такой помнит студио ком вот у россии дзина чтобы понимали вот взаимопроникновение культур у россии дзина есть комикс где миша заславский учит россии дзина прикуривать беломор прижав мундштук ну чтобы вы понимали да вот очень рекомендую да и студио ком вообще 100 люком можно смотреть так давай твои следующие рекомендации владислав dark horse это комиксы наследие по звездным войнам и республика очень понравились это не твоя беда это твоя не твоя вина ладно хорошо окей договорились ну просто понимаешь как вот dark horse это все что делалось dark horse и в конане и звездных войнах извини меня я я понимаю людям которым они нравятся но с твоего позволения я их не поддержу даже марвел зеленым кроликом в качестве персонажа звездных войн знаешь не был персонаж зеленый кролик рука да даже это немножко лучше чем dark horse dark horse немножко пережистил с серьезностью и в результате как я даже он не понравился что да да это имеешь имеешь право имеешь право будешь полное право ну вот выжженная земля тоже dark horse это вот по терминатору но это когда еще не вышел вышел первый фильм надо было комикс сделать и там он по сути вообще анбековый то есть там канона нет он какой-то сам себе живет буквально и до нарисован красиво и мощи дико понравилось и такой наш такой как это как реликт то есть такое произведение само в себе как очень многие комиксы именно таким и являются да то есть потом что другие люди придумали потом ну вот этот же лунный рыцарь шестнадцатый год про психушку любопытная вещь скажем так любопытная вещь я бы хотел сейчас рекомендовать что-нибудь что это тебе понравился лунный рыцарь посмотри вот это но в голову ничего не приходит до берсерка тип не нравится такой посмотри посмотри бэтмен культ например бэтмен хаш посмотри бэтмен культ бэтмен культ советовали этот были чем сархом что скажешь она реально какая-то знаешь типа давайте поиграем в оригинальность ну как кто тебе запретит да ну смотри но нет на тебя нашего смотряком благословения я понимаю когда такие вещи нравятся это это просто него не в моем вкусе но я это понимаю я не смотрел я просто посмотри бэтмен год 1 и посмотри бэтмен земля 1 и также посмотри бэтмен долгий хэллоуин там все очень легко запомнить долгий хэллоуин а год 1 земля ну то есть первый один да все очень просто я то есть это все перезагрузки 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 практически но кроме да нет перезагрузки но земля 1 это альтернативная версия бэтмена ты там всех узнаешь но она хорошая то есть там до появления джокера в принципе все можно смотреть и это все не вызывает тошноту и рвоты вот еще хотел спросить хэллбою как относится хэллбой его делает манье миниола 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 господи зачем ему буквы г фамилии хорошая крепкая вещь я знаю что за много фанатов но хэллбой съел сам себя я его читала недавно и он он все еще интересен но это если вы знаете любите приходить в туалет и каждое утро находить там туалетную бумагу то есть если вы любите постоянство такого уровня вам скорее всего будет нравится и нравился хэллбой очень емко и точное определение от товарища матрика если хочешь посмотреть хорошего миньолу и в то же время посмотри его смотри либо вообще даже стал хэллбоя либо еще более старые вещи типа его фэнтезийные комиксы про пумар коку у него был охраненный комикс по корму да и я говорю то есть видел наши стрипы я хвалил его комикс про фархата серого мышелова они лучше чем книжка там он был еще не настолько зажат вот все вот войдет свои художественные приемы вот и поэтому он там был очень хороших фархата серый мышелов и в муркоковские комиксы миньолы они прям ну они эстетика для глаз то есть даже если тебе не понравится текст это мощь нравится график потому что график там не понравится мы просто не имеет права еще добавлю болотная тварь не 52 не очень понравилось болотно 2 грибе всю то есть что-то тебе понравится что-то тебе не понравится но болотная тварь это всегда был бутлег двойки она у нас вот и там всегда как его болтного твари например есть кроссовер с тем же сандмана вот болотная тварь если понравилось зашла какая-то болотная тварь бери честно хватай всю болоту если что я бы посоветовал от шеющих harley queen я я умудрился вскакать деда пройдется по бороде гребешком 6 6 вот я тебе рекомендовал сан стоунда и все остальное возьми harley queen может даже купить на бумаге рекомендую тебе купить на бумаге купи на бумаге он такой красивый комикс вообще вот так приятно держать в руках он еще их очень хорошо напечатан от редкостью в россии да у нас не сделано там у него такая сложная была супер обложка она у нас не сделано но все равно купи на бумаге шейчих harley harley queen harley называется да это ну ты знаешь только персонаж старик да конечно это а после мэдлов брюса тима 6 раскрыл тему почему harley queen почему доктор harley queen двинулась гузду и там это прям раскрыто никто так не раскрывал там пытаются подсунуть под в пизду ядовитому плющу пытаются создать из них как его шейч показывает сильную но страдающуюся и запутавшуюся женщину которая подчиняет гораздо более сильный персонаж ну то есть между джокер это персонаж который наравне при своей физической подготовке способен биться с бэтменом да ты что он сделать женщины которая в него влюблена харлин посмотри реально даже просто приди в ближайший комикс бук этот комикс шоп до москвы ехать доступно поедет вот закажи себя на озон читай город но читай город у тебя точно в городе должен быть соседнем есть как его скачай укради скачай укради убей да да а харлин шейча чувак вот мы сейчас мотыльком сидим скаутское приветствие руку вверх тебе понравится это прям вот знаешь о том как влюбленная женщина сходит с ума и все это про бэтмена то есть ну ты представляешь да круто да а причем шейч как его извините все остальные все норме могут быть из чата шейч бдсм я бдсм 6 бдсм и он они могут зайти обратно пушить отлично пишет женщину не совершенно никакие мужчины они обычно статисты но мужчина который отлично пишет женщин а это большая это прям вот большая у него рядом жена которая пишет свои комиксы не не хочу ее обидеть на читала это это плохо неплохо но это очень по-бабски четверка с плюсом он я когда встретила 1 6 я правда думала что это писала женщина потому что это вот это так понятно это так знакомо а я когда встретил шейча понял что это пишет бдсм рекомендуем вот хотел рекомендации получили шейча почитай обязательно большое удовольствие и ты твои зрители получат большое удовольствие и знаешь художественное произведение восприятие художественного произведения это всегда определенный экспириенс да ты не тебе не обязательно быть бдсм щеком потому что но в принципе это довольно экзальтированная категория связанная с сексуальными пристрастиями да но этот человек может писать ее так что ты ее поймешь а это очень интересный экспириенс когда ты не являешься представителем какой-то прослойки или субкультуры но автор настолько хорош что он подает тебе эту прослойку субкультуру и ты ее понимаешь понимаешь ее ценности понимаешь ее то есть когда там люди плачут ты понимаешь почему не плачут ты понимаешь когда они в восторге и в экстазе ты понимаешь почему они в восторге вам вам не обязательно попадать в ад чтобы быть в ужасе когда вы откопаете собственное тело да да и шейч это лучшая возможность познакомиться с бдсм а там можно говорить господи какое говно или а сраный извращенки или какие же они миленькие вот это все уже вот автор дает такую возможность зрителю а разве не ради этого мы читаем художественное произведение написанное человеком который не разделяет наше воззрение туда вот ну вот собственно вот тебе рекомендации да и я думаю что мы с мотыльком устрелялись по полной не зря от нас приглашал очень интересно было сказать последние последние слова почему в комикс культуре не не будет ничего хорошего как процитирую гвозь видеоролик про видеоролик джо ну давай на данный момент ну то есть они отчитались последнему году и сейчас говорят что у них продажу увеличились два раза это притом что ну я говорю о marvel не не сильно слежу за 10 потому что у них очень закрытая политика продаж когда вам до всегда было и у marvel более в этом плане открыто их можно хотя бы украсть они перестали продавать во время пандемии был то есть до пандемии была проблема с реализации комиксов потому что покупая например один вы реализаторы вы покупаете один номер вам в догрузку дают кучу ненужных номеров которые вы не сможете реализовать и это создавало определенный про то есть это создавало хорошую статистику но определенные проблемы при продажах и при возвратах да лежало очень много нереализованных комиксов когда реализаторы поняли что им легче покупать один томик манги тебе придет одна коробка томик манги естественно манга начала захватывать не то способе реализации был проще а то что она еще и разговаривала на человеческом языке то есть вы можете как угодно относиться к наруто к моей геройской академии к вам пачку но но они сделали комиксы на их собственном поле буквально за эти с прогибом выкинув с ринга чтобы ты понимал это все комиксы про супергероев да это комиксы про супергероев и они общались очень простыми и понятными человеку вещами в то время как комиксы пытаются затирать нам про то как бедные люди на эко острове не хотят лекарствами делиться ай бля извините и все это создавало прецедент с плохими с плохим трудоустройством еще потому что начали появляться темы в виде небулы это нигерийская художница рисовала комикс вообще не взлетел и такого было очень много то есть какой-то момент две студии решили что они если не могут финансировать хороших художников которые разбежались они будут брать людей из тамблера и вообще где где найдут приходите к нам он немножко денежек очень немножко ребят это такие смешные деньги для америки художники такие о можем и работаем до марвела да 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 о боже мы работаем на мой для мороз сколько там получилось две с половиной тысячи до долларов за двадцать одну страницу я примерно 2 с половиной тысячи долларов за за очень-очень много работы 21 21 страница ребят это вы с утра садитесь и встаете хорошо если на следующий день то есть бывает это на следующем это короче чтобы понимал это да сама ситуация когда ты работаешь вкалываешь и в конце еще должен сосать начальнику да да то есть тебе еще и тебя еще и могут завернуть продажи очень-очень сильно падали а потом появилась еще такая прослойка как профсоюз сценаристов это вполне себе существующая организация живешек то есть вы когда слышите простою думаете что это какие-то ребята которые борются за ваши права нет это эти ребята выживают вас из вашей же территории например хороший художник бред бут который сейчас рисует ганс лингеря он просто великолепный художник у него есть фан база он то что вам надо платить ему хорошие деньги не лезьте под руку его наняли рисовать линейку марвел команда с которой его поместили то есть его нанял сам глава марвел и поставил в команду которая отказалась с ним как-либо коммуницировать вы себе представляете уровень то есть вам нужно сдать работу очень много людей от вас зависит инкер колорист человек который делает текст чтобы это все было еще есть человек который все это правит и чтобы вот она ушла в печать то есть как минимум четыре человека после вас и все одни отказались не коммуницировать потому что он атеист и естественно он убежал он убежал роняя тапки забрал свою аудиторию и никогда больше наверное не будет работать с марвел и таких это только та история которая сплыла так их много их сотни да кэмпбеллу не дают больше никак не обращать внимание что хороший художник кэмпбелл не рисует ничего кроме обложек это потому что он белый у него белая жена и на нее в свое время его защищали такие ребята как гейм комикс гейт я чуть-чуть их коснусь ребят если меня поэт не изменяет жената у кэмпбелла черная нет белая белая там очень красиво там очень красивая белая девушка похожая на его рисунки за этому не за это на нее наехали он очень красивый художник у кого у кого из комиксистов была черная жена и тоже за это без проблем на него наехали то есть вы не знаете на что за вас могут наехать и при этом омерзительная совершенно внутри атмосферы люди которые рассказывают что было хорошо работать мне бы хотелось с ними поговорить а на самом ли деле тебе было хорошо работать в двойке творится ужас страх и ненависть эта бочка с я со змеями за очень маленькие деньги за очень много работы вообще большое количество работы и очень трудная себестоимость комикса потому что ребят смотрите вот представьте себе картинка она стоит какую-то сумму достойную до достойную оплаты теперь представьте полосу комикса это как минимум как минимум 6 не называет полу полосу комикса это является листом это 6 картинок связанных сюжетно и режиссурно то есть вы понимаете как сцена в кинематографе чтобы все взаимодействовало если одна картинка становится больше вторая становится меньше да и они все перестекают друг друга и у нас чтение как на странице слева направо да это все тоже дополнительно работа это все тоже учитывается но даже если мы будем расценивать полосу как 6 картинок да это означает что иллюстрации по стоимости в 6 раз больше ну да не 6 на 6 раз больше вот но никто не будет тебе платить за одну полосу комикса как за 6 картинок иллюстрации полторы может быть две вот я упоминал сегодня пару вода отличный комиксист божественный совершенно охуенно когда он приезжал на комиссию его наши администраторы пытались таскать показывать ему кремль там не знаю что красную площадь и хочет его подхватил сказал ребят 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 человек приехал продавать свои принты ему срать на вашу красную площадь на макдональдс у него такой есть там где-то его этой филадельфии сербии неважно чем больше он продаст принтов чем больше он сделает подписи на своих комиксах да те больше не будет шансов что он на следующий год приедет к нам и привезет свои работы потому что зарабатывать рисованием комиксов сегодня комиксист не может конвеншен и автограф сессии вот чем зарабатывать сегодня комиксист но у старых комиксистов которые ну небольшой так сказать инсайт очень много комиксистов не просто так рисуют руками потому что у тебя остается физический лист твоей работы который принадлежит непосредственно тебе и все что на нем нарисовано принадлежит непосредственно тебе но marvel последнее время если ты им рисуешь диджитал работу она принадлежит полностью им то есть ты не имеешь если не поднял не не поймал вовремя этот момент и имея не имеешь права таксирокопировать ее и например продавать то есть обвести карандашом сделать ее line и продавать и люди как бы этим живут то есть джома дурейра когда ему не хватало денег не на еду а на студию у него своя студия которая принадлежит именно ему он стал продавать свои карандашные страницы потому что просто других вариантов не плохо или дом пойдешь заложишь но я сказал что российской федерации авторское право неотчуждаемо то есть если нарисовал картинку ты автор согласись логично потому что ну вряд ли ты можешь продать свое авторство то есть ты нарисовал картинку ты взял в руки карандаш нарисовал что-то на листе бумаги да а потом кто-то платил деньги и теперь это как бы он взял карандаш бумагу нет там ты как бы используя своими руками осуществляется работа по реализации чужих персонажей я расскажу ребят авторские права по логике вещей неотчуждаемы если ты автор арта с например чужим персонажем это все равно твой арт чужим персонажем но в америке до недавнего времени я так понимаю сейчас волна поняла с по новой ты можешь продать авторство то есть как перворостную чечевичную похлевку другими словами ты продал авторство и вот твоя картинка прямо перед тобой вот а прям перед тобой тобой нарисованы твоей рукой и карандашом водил там стилусом но все юридически это не ты водил юридически ты использовал чужих персонажей просто нарисовав да юридически это это не твоя линия на бумаге где-то одна такая мышь это мое тупо и вот все радуются тому как ты классно все нарисовал а ты подыхаешь в канаве без денег без социальных выплат без инвалидности без чего ну вот такие дела в жизни радостные у нас сегодня вышел стримчик что я могу сказать сколько всего ну не жалеешь что позвал последнее слово в комиксах ужасная реализация то есть из-за того что в двойке до сих пор сидят ретроградные идиоты у которых огромное количество ресурсов чтобы донести до людей вместо этого они разрешают своим авторам продвигать твиттеры и говорить от лица всей компании что если вы не хотите читать комиксы про наших геев трансов лесбиянок то вы можете их не покупать это сейчас цитата главного сценариста марвел который грэг дуган по моему да то есть и это marvel репостнули к себе то есть а потом удивляются почему это знаешь люди такие забывать что когда стали умер марвел еще долгое время достаточно долгое время использовал его по моему twitter twitter это настолько мерзко это настолько гармонизация трупа великого человека можно многое говорить просто на ли но стали все равно вызывает уважение это человек культурное явление он до был включен корпоративную этику из-за нее страдал как его его противостояние в его конфликте с джеком кирби да я на самом деле не смогу сказать кто прав кто виноват кирби вел себя как мудила и стэн вел себя как корпоративная шлюха но они оба великие люди то есть понимаешь как бы если этом еще что-то делали они просто чтобы делали да они создали все то ради что мы сейчас считаем великими американскими европейскими и не европейскими мировыми комиксами да они имеют право быть мудаками после этого если понимаешь как бы если я создам хоть что-нибудь вровень со стеном и с джеком да я не просто имею право быть мудаком я имею право поджечь москву трахнуть всех малолеток изнасиловать всех собак на улице вот и остаться чистеньким но эти люди этого не делали у них были какие-то терки у них были какие-то там бытовые такие знаете на уровне коммуналки они великие люди они великие художники они не просто подарили нам какой-то сегмент какой-то там масс-культуры комикса да они мировую культуру продвинули высоко-высоко вверх и дальше и какой сраный мединский может быть это дель дебил нет мединский так и для дебилов да ты не умеешь являясь представителем культурного слоя и культурного лектора ты не умеешь говорить на языке визуального визуальных образов именно да они могли они сказали и мы запомнили есть определенное количество имен стэн ли вилл айзнер волли вуд джек кинг кирби но если мы говорим джек кинг кирби мы должны говорить стэн мэн айт ли у него была кличка стэн мужик ли вот если мы посмотрим на европейский комикс там есть антен там есть блэк сад там есть люди там есть авторы астрикса и обеликса если мы посмотрим на японский комикс мы там увидим гонагая миадзаки других авторов это люди которые обогащают культурную прослойку человечества вы можете презирать комиксы вы можете относиться к ним как угодно но эти люди дали нам эмоции дали нам чувства дали нам будущее дали на успокоение дальном мир иллюзии дали нам что угодно я выросла с декулом он буквально в один год со мной создан и да да я очень очень рано начала его читать поэтому именно поэтому мне так дорого хотя комикс ужасный я признаю совершенно эта херня но она скрашивала мое не самое лучшее детство ребят владислав ты какого года рождения делать 4 сопля вот я думаю что если ты покопаешься воспоминаниях ты вспомнишь что например у тебя были какие-то ролики в телевизоре книжки куплены на рынке мультики что-то что позволило себе достаточно сложные для нас для всех года 90-х волевых сформировать себя как личность и сформировать себя как хорошего человека я ты хороший человек да да я хорош хороших он хорош вот ты знаешь когда нам говорят а вы там типа играли в тупые игры смотрят тупые комиксы мы играли в тупые игры смотрят тупые комиксы но мы стали полезными и хорошими членами общества а ведь именно ради этого и создаются комиксы игры фильмы мультики до для детей пока мы играли в тупые игры и комиксы мы не ходили по крайней мере по санкт-петербургу не воровали у бабушек и дедушек пенсии деньги то есть не дышали клеем не дышали клеем да и тут твоя игровая зависимость уже не смотрится таким плохим вариантом ребят я не стану себя скрывать да я был мальчиком на границах тушинского района города москвы с ножичком в кармане и я этот ножичек получал то в себя то в других дела житейские тут не хвалиться не причитать не о чем но я возвращался домой я вот оставалась целлофанового пакетика марвеловскую книжку в 30 страниц комикса про какого-нибудь спайдер-мэна или конана и не скажу на самом деле не стану врать что я посмотрел какой конан молодец я такой когда я вырос то я стала таким как конан да нет этой хуйни не было я уже вырос я уже смотрел когда был достаточно взрослый но я смотрел на это и понимал что есть мир за границами гаражей есть мир где гопники хотят стрясти с тебя полтора рубля есть мир где ты идешь по улице и держишь руку на ноже в кармане именно так работает культура именно так работает искусство и какими бы убогими не были комиксы или там какие-то еще вещь конечно хорошо бы чтобы советская культура не ебанулась и нас воспитали не американские комиксы и мультики да но не было же вот сейчас давайте посмотрим что сейчас вирусится киев науч фильм остров сокровищ книжку про пиратов написал когда-то роберт льюис стивенсон как вы думаете какое количество американцев читала роберта льюиса стивенсона который для нас как бы должен быть подальше чем для американцев а вы знаете что люберт роберта льюиса стивенсона все время считали чем-то типа за местный дарьи донцовой вы почитаете его книжки катриона остров сокровища это же охуенно и докторы со слова ром и смерть на одно и то же вот она культура вот она обогащение культуры и кто посмеет сказать что мультик киев науч фильма это говно это же круто ребят да всегда посмеют и и нет но мы не дебилах мы не о дегенератах мы не о жалком уебище которого как его я бы сказал что их не мать шлюха если бы их не мать не была грязным арейком который породил их которым они сдохнут вот нет это творчество это культура мы все стоим на плечах титанов и если эти титаны нарисовали смешной комикс про spider-bed или сняли дурацкий мультфильм про к остров сокровищ это уже позволяет нам стоять на их плечах и быть лучше быть правильный быть честнее и лучше относиться к людям которые вокруг нас и творить 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 рисовать сочинять писать подкасты владислав вы в списке вот но уже немало все все я хотела бы уже подытожить и пойти для людей которые это послушать не бойтесь поддерживать русских авторов нас на самом деле очень большая комиксная база но они немного ребята немного скромные те же мы же про них поговорим отдельно да те же механизм может механизмах андрика просто вытащить на подкаст танюшку да давай они с качеством сейчас уехали в крым под бомбежки извините это довольно глупо и спешно вот но восстановлю захочешь если удовольствие мне понравилось если тебе понравится формат в котором куча комиксистов перебивает себя и дайте генера давай мы тебя нагоним наших ребят давай давай с удовольствием я совсем пригодим мы можем прогнать тебя хочу то мы можем прогнать тебя . мы можем прогнать тебя знаете что у меня есть теперь идея фикс мы можем пригнать тебе джо оу май оу май вот так что не расслабляйся я думаю что мы с мотыльком будем для тебя только этим как вам я тебе расскажу анекдот напоследок анекдот быстро это будет быстрее приходит человек цирка говорит и у меня есть замечательная антреприза прыжок из-под купола цирка головой на бетонную плиту ему говорят да ладно да хуйня он говорит нет давайте тащите бетонную плиту входят люди приносит бетонную плиту бросают напилки человек прыгает значит сверху из-под купола цирка прямо головой на бетонную плиту плита в куски человек встает отрыхается к нему подбегают директор цирка все стали играть это потрясающе это великолепно это гастроли это все давайте подписываем контракт он горит нет ему к что такое что случилось почему ведь это это же это же прям вот реально это круто это гастроли это это да я если говорить так честно раз вот первый раз попробовал и что-то мне не понравилось хорош хорош шутка наконец как раз подкаст